Глава вторая. Голодание. В лечебно-оздоровительных целях. Голодание старо как мир, но его сила неисчерпаема. Прикоснувшись к нему, многое обретете, но оно может и погубить. Только внутренне прочувствовал голод, ты обретешь его истинное знание и получишь силу. Генеша. Первая. Пост. Голодание. Разгрузочно-диетическая терапия. Сокращенно РДТ. В капитальном труде библейской энциклопедии Москва 1891 год. Архимандрит Никифор. Понятие пост описывает следующим образом. Во время опасности или общественных бедствий у иудеев было в обычае и считалось религиозной обязанностью налагать на себя пост, то есть воздерживаться от пищи, молиться и приносить жертвы. Посты соблюдались евреями с особенной строгостью и отличались воздержанием не только от пищи, но даже от всех других чувственных потребностей. Таким образом, слово пост означает запрет. В нашем смысле под ним подразумевается отказ от принятия любой пищи на определенный период времени. Ни о какой постной пищи в этот период времени нет даже и речи. Употребление постной пищи в период поста есть грубейшее нарушение и извращение этого понятия. Понятие голодания подразумевает несколько вариантов. Первое. Голодание в форме вынужденного недоедания. Второе. Состояние спячки у животных и литургический сон у людей. Третье. Сознательное воздержание от пищи на определенный период времени с лечебной или религиозной целью. Первое. Голодание в форме вынужденного недоедания можно разграничить на два вида. А. Употребление пищи низкого качества, неполноценное по составу незаменимых аминокислот, минеральных веществ, витаминов и т.д. Б. Когда пища не соответствует необходимому минимуму калорий. В первом случае неполноценное питание незаметно, но верно приводит к самым разнообразным расстройствам здоровья и возникновению определенных заболеваний. Например, нехватка белка к дистрофии, нехватка витамина С к цинге и т.д. Во втором случае из-за постоянного недоедания быстро и нерационально расходуются жировые и резервные запасы организма, что также приводит к развитию разнообразных болезней и гибели. Подобный вариант голодания наблюдался в контрационных лагерях, а также во время блокады Ленинграда. К этому варианту относятся и разнообразнейшие голодные диеты, английская, французская, очковая и т.д. Такие формы голодания и методы снижения веса не обеспечивают лечебно-профилактического эффекта, а наоборот создают условия для разнообразной патологии. Второе. Состояние спячки у животных и литургический сон у людей приводят к переключению организма на полноценный внутренний режим питания. Их организм в этот период экономно расходует жировые запасы. Причем современные научные исследования показали, что в период спячки животные без вреда для здоровья переносят повышенные дозы яда, радиоактивного облучения, не погибают и не болеют от искусственного заражения их микробами. Это отражает более высокий уровень функционирования организма, как один из вариантов защиты от неблагоприятных условий жизни, засуха, зимний период. Третье. Сознательное воздержание от пищи на определенный период времени в бодрствующем состоянии с определенным водным и двигательным режимом, присуще только человеку. При этом надо разграничить сам процесс голодания, который имеет четко выраженные три стадии. Правда, не всегда они выражены четко. Первая стадия – пищевое возбуждение. Вторая стадия – истинный голод. И третья стадия – истощение организма. Рассмотрим стадии голодания по порядку. Первая стадия – человек отказывается от пищи, его желудок пуст, а в кишечнике давно растворились все пищевые вещества. В крови также произошло понижение питательных веществ. Голодная кровь сигнализирует центр голода, расположенный в головном мозге, об изменении своего химизма. Он приходит в возбуждение и влияет на лобные отделы коры головного мозга, которые ответственны за питание. Это возбуждение постепенно охватывает и другие отделы мозга, доминируя над другими запросами. Человеку очень хочется есть, и все его помыслы направлены на поиски пищи. Волевым усилием или определенными процедурами человек преодолевает эту стадию, которая в зависимости от индивидуальной конституции длится от одного до четырех дней. Когда вы будете голодать и вам станет невмоготу, посмотрите на рисунок Будды. Это придаст вам силу и уверенность в благоприятном исходе, а также решимость продолжать голодание. Вот таким становится человек в конце физиологически полезного периода голодания. Потери веса организма и тканями при голодании до момента смерти, процентом отношений к исходному весу следующее. Вторая стадия из физиологии. Нам известно, что после периода возбуждения в центральной нервной системе наступает период торможения. Точно так происходит и в случае с голодом. Преодолев натиск голодных эмоций, кора головного мозга из возбужденного состояния переходит в заторможенное. Чувство голода полностью исчезает. Включаются особые физиологические механизмы на поедание собственных тканей. В первую очередь утилизируются жировые запасы и болезненно измененная ткань. Жизненно важные ткани и органы, нервная система сердца не теряет своего веса. В этот период времени организм теряет до 25% собственного веса. У человека на это уходит от 40 до 50 дней, которые и считаются физиологически полезным сроком голодания. Под конец этой стадии, когда организм использовал всю резервную ткань, вновь возникает возбуждение головного мозга, которое проявляется в виде чувства дикого голода. Это хорошо описано в Библии, когда Иисус Христос проголодал в 40 дней и ночей, напоследок вздолкал. Другими словами, захотел нестерпимо есть. Сильный голод и очищение слизистых оболочек рта и языка указывает на окончание второй стадии полного очищения организма и является признаком того, что надо принимать пищу. Третья стадия. Если человек игнорирует эти природные указания на окончание голода, продолжает его, то происходит утилизация жизненно важных органов и тканей, что приводит к необратимым патологическим изменениям в организме и смерти от истощения. При этом потери веса организма достигают от 40 до 45%. Из вышесказанного становится ясным, что для цели лечебного голодания можно использовать лишь первую и вторую стадию, что и применяется на практике. Термин РДТ, разгрузочно-диетическая терапия, был впервые предложен патриархом советской школы голодания, доктором медицинских наук, профессором Юрием Сергеевичем Николаевым, когда было выяснено, что по сути дела нет никакого голодания, а существует полноценное питание организма за счет собственных резервов и улучшенного биосинтеза, когда клетки намного качественнее усваивают пищевые вещества, а также углекислый газ и азот из воздуха. При этом ликвидируется напряжение в иммунной системе, восстанавливается генетический аппарат, улучшается биосинтез, полностью очищается организм. Все это приводит организм человека к возрождению. Таким образом, пост, голодание, РДТ подразумевают одно и то же, полное исключение, на определенный период времени, любых пищевых продуктов и в любых, даже мизерных количествах. Вариантов голодания несколько. Голодание без пищи и воды, сухое. Голодание с применением воды внутрь и в виде клизм, обычно. Голодание с применением только клизм, разновидность обычного. Голодание без приема воды внутрь в виде клизм и питья, но с обливаниями тела, принятием ванн или влажных укутываний, полусухое. Голодание с применением собственной мочи. Уриновое. К диетическим методам лечения относятся неправильно называемые термином голодания лечение соками и отварами. В этих случаях человек ничего не ест, но в течение нескольких дней выпивают только определенные виды соков или отваров. Диетический метод лечения Шрота также относится к данной категории. Использование антистрессового препарата Аракеляна во время голодания не считается в строгом смысле голодом, хотя прекрасно очищает организм. Запомните главное. Принятие минимального количества пищевых калорий, вкусовых добавок, а в некоторых случаях и нахождение рядом с пищей, не позволяет организму полноценно переключаться на внутреннее питание и не задействует тех глубинных механизмов, которые позволяют усваивать углекислоту и азот из воздуха, а следовательно усилить биосинтез. Голодание различают по способам проведения. Пассивное проведение. Человек соблюдает постельный режим. Немного передвигается, чтобы обслуживать себя. Активный режим. Когда выполняется повседневная работа, делаются прогулки и так далее, будто вы не голодаете. Голодание с повышенной физической активностью, когда человек вне голода, наоборот, увеличивает физическую нагрузку с целью скорейшего включения механизмов полноценного внутреннего питания и быстрого получения эффекта. Последний вид голодания можно применять опытным в этом деле людям. По цикличности голодание подразделяется на еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, при смене сезонов года, раз в год, фракционные и посты. Еженедельные, как правило, имеют продолжительность от 24 до 48 часов, ежемесячные до 3 суток, ежеквартальные и при смене сезонов года от 3 до 10 и более дней, ежегодные от 7 до 20 и более дней. Фракционные применяют для получения выраженного лечебного эффекта и обычно проводятся в 3 приема с применением специального восстановительного питания между ними для продолжения эффекта, полученного во время голода. Автор фракционного метода голодания Войтович так объясняет суть этого метода. Физиологический срок голода человека 40-50 дней. На первом этапе берется половина срока физиологического голода 20 дней. После этого голода следует восстановительное питание, которое продолжается в полтора раза дольше, 30 дней. Если человек питается только растительной пищей, эффект от голода продолжается и во время питания, то есть биосинтез не гасится. Далее идет повторение голода, но уже более длительного по срокам 22-25 дней, перерыв 1,5-2 месяца. Эти сроки берутся из-за того, что существует пролонгированный эффект от голода. Без синтез после голода высок и постепенно снова затухает. Процесс затухания длится в полтора раза дольше, чем сам голод, поэтому нет нужды голодать раньше этого срока. Более длительный срок питания, естественно, уменьшает этот эффект, и следующий голод придется начинать с нуля. Во время второго курса голодания переключение на внутренний режим питания происходит быстро, за 2-3 дня. И, наконец, после восстановительного питания назначается третий курс голода, который проводится до полного очищения языка, что является свидетельством полного очищения организма и избавления от всех хронических заболеваний. Обычно этот голод длится от 10 до 20 дней. Для людей с низким начальным весом тела первое голодание проводится меньшее по срокам – 15-17 дней. Но после того, как во время восстановительного питания они набрали вес, второе длится, как и у всех, 22-25 дней. Дополнительно Войтович сочетает голодание с магнитотерапией. Так, с помощью магнитно-импульсной установки дополнительно облучаются очаги поражения опухоли, что значительно стимулирует процесс регенерации, который на простом голоде течет вяло или вообще отсутствует. Организм на голоде прекрасно ассимилирует эту дополнительную энергию и употребляет ее себе на благо. Фракционный метод хорош тем, что не дает возможности тучным людям набирать вес. Вес прогрессивно снижается. В результате тучные люди не только нормализуют свой вес, но и сбрасывают его ниже нормы на 2-3 килограмма. Это необычайно сильно активизирует их организм и в дальнейшем вес не набирается, а держится на одном уровне. При этом лишние жировые клетки организма гибнут, то есть их становится меньше. Поэтому на восстановительном питании жировые клетки пусть набирают свое содержимое, но их меньше, и поэтому человек не жиреет. Жировые клетки начинают уничтожаться только после ацидотического кризиса. После проведения полного курса фракционного метода в организме нормализуется количество жировых клеток. Их становится столько, сколько было в юности, и человек выглядит стройным и моложавым. Уничтожение жировых клеток возможно только голодом. Всевозможные диеты только истощают жировые клетки. И как только человек начинает питаться, они быстро восстанавливаются, и человек опять толстеет. По срокам голодания делятся на малые 24-48 часов, средние от 3 до 7 суток и длительные от 7 до 40 и более суток. Рекорд добровольного воздержания от пищи 111 дней был установлен в 1969 году бразильским факиром Аденилю де Сильво. В общей сложности за 57 лет жизни он провел без пищи более 3 лет. Вообще сроки, цикличность и многое другое при проведении голоданий зависит от индивидуальной конституции человека. Второе. Пост как идеальный природный метод исцеления от недугов человеческих. Голод – это козырный туз врачевания. Если на одну пару весов положить все достижения современной медицины, а на другую – голод, и посмотреть, что перетянет, то голод слегка перетянет всю современную медицину. Георгий Войтович – специалист по лечебному голоданию. Наиболее выдающимися популяризаторами голодания с лечебной целью был Иисус Христос. Существует древнейший манускрипт Евангелия мира Иисуса Христа от ученика Иоанна, изданный в наше время Эдмондом Шекли Пьер Жиляр Лозанна со старославянской копии, которая находится в Королевской библиотеке Габсбургау и была вывезена русскими священниками, которые под угрозой орд Чингисхана были вынуждены спасаться бегством на Запад. Вместе с собой они увезли все древние писания и иконы. В этом манускрипте раскрывается целительная деятельность Иисуса Христа и его наставления по проведению поста. С небольшим сокращением я приведу эти наставления, которые, как выяснилось, опережают современные рекомендации. Вот они. И тогда множество больных и парализованных пришло к Иисусу и сказал ему, если ты знаешь все, ты можешь сказать нам, почему мы должны страдать от стольких болезней, почему мы лишены здоровья, которым наслаждаются другие люди. Учитель, исцели нас, чтобы мы вновь обрали силы и чтобы несчастья наши оставили нас навсегда. Христос отвечал им, что люди есть сыны Матери-Земли и поэтому должны следовать ее законам. Ибо ваша мать породила вас и она поддерживает вас жизнь. Она дала вам тело ваше и никто, кроме нее, не излечит вас. Вильзевул, князь всех демонов, источник всего зла, находится в теле всех сынов человеческих. Он искушает и соблазняет сынов человеческих, обещая им богатство, власть, дворцы, золото и все, чего не захочешь. Он обещает славу и почет, чувственное наслаждение и роскошь, прекрасные явства и обильные вина, шумные оргии и дни, проводимые в праздности и лености. Так соблазняет он каждого, к чему более склонно его сердце. И в тот день, когда сыновья человеческие становятся полностью рабами всей этой суетности и всех этих гнусностей, тогда он отнимает в виде платы за наслаждение у сынов человеческих все благости, которые мать-земля дала им в таком изобилии. Он лишает их дыхания, крови, костей, плоти, внутренностей, глаз и ушей. Дыхание сынов человеческих становится коротким, прерывистым и болезненным. Оно становится зловонным, как дыхание нечистых животных. Кровь сынов человеческих загустевает, распростаняя такой тошнотворный смрад, как вода в болоте. Их кости деформируются, делаются ломкими, покрываются узлами снаружи и разлагаются внутри. Кожа их становится жирной и отечной. Их внутренности наполняются отвратительными нечистотами, образующими гниющие зловонные потоки, в которых гнездится бесчисленное множество поганых червей. Итак, в конце концов, теряет сын человеческий жизнь из-за собственных ошибок, из-за того, что не смог научиться уважать законы матери своей, а лишь совершал ошибки одна за другой. Люди попросили Христа рассказать о законах жизни, хотя некоторые возразили, что они следуют законам Моисея. И отвечал им Иисус, не ищите закона в вашем писании, ибо закон – это жизнь, а писание мертво. Бог написал свои законы не на листах книги, но в ваших сердцах и в вашем духе. Они проявляются в вашем дыхании, в вашей крови, в ваших костях, в вашей коже, в ваших внутренностях и в любой малой части вашего тела. Они присутствуют в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах и на высотах. Все они обращены к вам, чтобы вы могли понять слово и волю живого Бога. Не присутствуют они ни в обжорстве, ни в пьянстве вашем, ни в образе жизни вашем, которую вы растачаете в излишествах и роскоши, а еще менее в поисках богатств, а в особенности в ненависти к врагам ваших. Ибо все эти вожделения вы носите в себе, а потому слово Божие и могущество его не могут войти в вас от того, что вы делаете в себе много плохих мыслей, а также мерзости гнездятся в теле вашем. Если хотите, чтобы слово живого Бога и могущество его смогли проникнуть в вас, не скверняйте ни тело вашего, ни сознание вашего, ибо тело есть храм духа, а дух храм Бога. Посему вы должны очистить храм, чтобы владыка храма смог поселиться в нем и занять место достойно его, чтобы избежать всех искушений тела своего и сознания своего, которые исходят от сатаны. Удалитесь под сень неба Господнего, возродите сами себя и воздержитесь от пищи. Ибо поистине говорю я вам, лишь постом и молитвой могут быть изгнан сатана и вся злокозненность его. Вернитесь в свой дом и поститесь в одиночестве, и пусть никто не видит, как вы поститесь. Поститесь до тех пор, пока Вильзевул и вся порча его не покинут вас. Ибо поистине говорю я вам, пока не совершите поста, не освободитесь от власти сатаны и всех болезней, исходящих от него. Поститесь и молитесь с усердием от всего сердца, надеясь получить от Бога живого силу, а от нее исцеление свое. Во время поста избегайте сынов человеческих, а вернитесь в общество ангелов, матери земли вашей. Ибо тот, кто ищет усердно, тот найдет. Ищите чистый воздух в лесу или в поле, ибо там вы найдете ангела воздуха. Разуйтесь и снимите ваши одежды, и пусть ангел воздуха обнимет все ваше тело. Потом дышите медленно и глубоко, чтобы ангел воздуха проник в вас. Поистине говорю я вам, ангел воздуха изгонит из вашего тела все нечистоты, которые оскверняют его снаружи и изнутри. И тогда все плохие запахи и нечистоты выйдут из вас, как дым от пламени. Ибо, поистине говорю я вам, ангел воздуха есть святой. Он очищает все оскверненно и превращает в нежный аромат все, что испускает дурной запах. После ангела воздуха ищите ангела воды. Снимите обувь вашу и позвольте ангелу воды обнять ваше тело. Отдайтесь полностью в его руки, баюкающие вас, столько раз, сколько дыхание ваше заставляет колебаться в воздух. Пусть ваше тело, качаясь, колеблет в воду. Воистину говорю я вам, ангел воды изгонит из вашего тела все нечистоты, которые оскверняют его как снаружи, так и изнутри. И все нечисто и скверно пахнущее и стечет от вас далеко, подобно тому, как грязь от одежды, стираемая в речной воде, уносится течением и теряется вдали. Но не думайте, что достаточно лишь того, чтобы ангел воды обнял вас снаружи. Внутренняя грязь еще страшнее, чем грязь наружная. Поэтому тот, кто очищается только снаружи, но остается нечистым внутри, похож на гробницу, украшенную блестящей живописью, но внутри наполненную мерзопакостью. Воистину говорю я вам, позвольте ангелу воды осветить вас также изнутри, чтобы избавились вы от всех прошлых грехов своих, и тогда вы станете внутри такими же чистыми, как речная пена, играющая в лучах солнца. Чтобы достигнуть этого, возьмите большую тыкву, снабженную спускающимся вниз стеблем, длиною человеческий рост. Очистите тыкву от ее внутренностей и наполните речной водой, подогретой солнцем. Повесьте тыкву на ветки дерева, преклоните колени пред ангелом воды и потерпите, пока конец тыквенного стебля проникнет в ваш зад, чтобы вода проникла по всем вашим кишкам. Оставайтесь коленно преклоненным на земле пред ангелом воды и молите Бога жизни, чтобы он простил все ваши прошлые грехи. И простите ангела воды освободить ваше тело от всех нечистот и болезней, наполняющих его. Потом пустите воду из тела своего, чтобы с нею устремилось из тела все, что происходит от сатаны, все нечистое и зловонное. И увидите собственными глазами и почувствуйте носом своим все мерзости и нечистоты, которые оскверняют храм тела вашего. И поймете вы также, сколько грехов обитало в вас и терзало вас бесчисленными болезнями. Воистину говорю я вам, освящение водой освободит вас от всех этих болезней. Каждый день поста своего повторяйте это очищение водой до того дня, пока не увидите, что вода, истекающая из тела вашего, столь же чиста, как и пена реки. Тогда погрузите тело ваше в текущие воды, возблагодарите Бога живого, освободившего вас от всех грехов. И это святое очищение ангелам воды означает воскресение к новой жизни. Ибо с того времени глаза ваши начнут видеть, а уши ваши слышать. Однако после этого очищения не грешите больше, чтобы в течение целой вечности ангелы воздуха и воды могли обитать в вас и служить вам в любой час. Но если после всего этого останутся в вас все же следы нечистот, учитывая ваши прошлые грехи, призовите ангела солнечного света, раздуйтесь, снимите все одежды и позвольте ангелу света обнять ваше тело. Потом вдыхайте в воздух медленно и глубоко, чтобы ангел света мог проникнуть внутрь. Тогда он изгонит из тела вашего все зловонное и нечистое, что оскверняет вас изнутри и снаружи. И все нечистое и зловонное уйдет от вас, как мрак ночи рассеивается при блеске восходящего солнца. Ангелы воздуха, воды и света, они даны были сыну человеческому, чтобы служить ему. Также освящены объятия их. Они невидимые дети матери земли нашей, а потому не разделяйте их, тех, кого соединили небо и земля. И пусть эти трое братьев ангелов охраняют вас ежедневно и пребывают с вами в течение вашего поста. И когда ангелы матери земли овладеют вашим телом настолько, что владыки храма снова могут войти в него, тогда все скверные запахи в спешке тела вашей покинут через дыхание ваше и через кожу вашу. Загнившие воды отойдут изо рта вашего и через кожу вашу, через зад и через вперед. И увидите вы собственными глазами, почувствуете собственным носом, ощутите собственными руками. И когда все грехи и нечистоты будут удалены из вашего тела, тогда кровь ваша станет такой же чистой, как кровь матери земли, подобно пении в потоке, играющего в лучах солнца. И дыхание ваше станет таким же чистым, как благоухание цветов. Ваша кожа станет чистой, как кожица фруктов, розовеющих сквозь листву дерева. Свет ваших глаз станет таким же ясным и блестящим, как сияние солнца в голубых небесах. И тогда все ангелы матери земли будут служить вам. И ваше дыхание, ваша плоть и ваша кровь станут единым целым с дыханием, плотью и кровью матери земли. И дух ваш станет единым с духом Отца Небесного. После такого поучения люди спросили Иисуса Христа, скажи нам, коих грехов должны мы избегать, чтобы больше никогда не видеть болезни? Он ответил, питайтесь всем тем, что находится на Божьем столе. Плодами деревьев, зерном и полезными травами, молоком животных и пчелиным медом. Вся остальная пища, дело рук сатаны, ведет к греху, болезням и смерти. Тогда как богатая пища, которую вы находите на столе у Бога, дает телу вашему силу и молодость. И болезнь не коснется вас. И действительно, это состана Божия. Старый Мафусаил извлекал свою пищу. И если вы будете делать то же самое, я обещаю вам, что Бог жизни даст вам, так же как и Патриарху, долгую жизнь на этой земле. Какие физиологические механизмы включаются во время голодания и к чему это приводит? Вершина целительства заключается в том, чтобы создать для организма такие условия, в которых бы он сам активизировал свою работу и восстанавливал органы. Все, что лишь временно стимулирует организм извне, гормоны, искусственные витамины, биостимуляторы и тому подобное, есть медицинское шарлатанство. Стремитесь к первому и бойтесь второго. Современная наука провела огромную работу по изучению процессов, происходящих на голоде в организме человека. Однако наиболее полно обобщить и донести суть этих процессов удалось умнейшему человеку современности Георгию Александровичу Войтовичу. В изложении материалов этого параграфа мы будем опираться на эти данные, а также наполним их древними и современными наблюдениями. Вопрос сложен и с первого раза может быть понят правильно лишь высокообразованными людьми, я бы сказал специально подготовленными. Всем остальным советуется прочитать его столько раз повторно, чтобы возникло желание провести голод на самом себе. Вот только тогда вы по-настоящему овладеете материалом. Методом же вы овладеете только после нескольких лет практики. Это две разные вещи, прошу их не путать. Первое. Омоложение организма. Что же происходит в организме во время голодания? Возбуждение центров голода по принципу доминанты распространяется на всю центральную нервную систему, которая активизирует пульт управления эндокринной и нервной системой организма гипоталамус. Гипоталамус включает самую важную железу внутренней секреции гипофиз, которая начинает усиленно продуцировать гормон роста. Соматотропный гормон. От этого в организме наблюдается ряд эффектов. Первое. Активация гормона роста щитовидной железы снимает интоксикацию, то есть включается антитоксическая функция организма. Второе. Регулирующее воздействие гормона роста на поджелудочную железу тормозит выработку инсулина. Глюкоза вырабатывается за счет других ферментов, которые продуцируются икроножными мышцами. Это обеспечивает улучшенное расщепление глюкозы в условиях фотосинтеза. Как только возобновляется питание, эти ферменты сразу исчезают. Третье. Гормон роста активизирует синтез нуклеиновых кислот, которые улучшают биосинтез во всем теле. Нуклеиновые кислоты способствуют лучшему усвоению жира и погашают все аллергические реакции. Другими словами, во время голода не наблюдается белкового антагонизма. Четвертое. Если нет белкового антагонизма, то уменьшается нагрузка на иммунную систему, которая в этот период отдыхает и восстанавливает свои функции. Пятое. Гормон роста активирует в организме опиатные рецепторы, которые начинают продуцировать большое количество наркологических веществ, эндорфинов и алкоголя. Человек чувствует себя комфортно и у него исчезает на голоде тяга к этим веществам. Вот почему голод прекрасно справляется с никотиновой, алкогольной и другими зависимостями, причем без предварительной подготовки. В течение первых 5-7 дней голода, а в последующие разы гораздо раньше 3-5 дней, в организме усиленно работает вышеуказанный механизм, создающий комфортное состояние. Далее необходимость в активации гормона роста отпадает и его выработка гипофизом приходит к нормальным показателям. Происходит это потому, что включается на полную мощность другой процесс – саморегулируемый кетоацидоз. Суть этого процесса и его эффекты заключаются в следующем. В голодающем организме из-за повышенной выработки гормона роста улучшается биосинтез, который приводит вначале к усиленному расщеплению собственных жировых запасов на составные части. В первую очередь образуются ненасыщенные жирные кислоты, которые являются основой многих витаминов, гормонов и других биологически активных веществ. Естественно, клетки организма на голоде незамедлительно их используют, но конечными продуктами распада жира являются органические кислоты, которые объединяются одним термином – кетоновые тела. Эти кетоновые тела, попадая в кровоток, меняют его кислотно-щелочное равновесие в стороны кислой среды – ацидоза. Помимо этого, при распаде любой ткани образуется углекислота, которая может быть усвоена клетками или выведена наружу через легкие. Закисленность крови кетокислотами, то есть обломками жира, не дает полноценно выводиться из клеток углекислому газу и он накапливается там. В это время от человека пахнет ацетоном. И как установил академик Гулы, при изменении кислотно-щелочного равновесия в сторону кислой среды ускоряются процессы усвоения клетками углекислого газа. Профессор Вольский установил, что усвоение клетками азота воздуха также ускоряется при изменении кислотно-щелочного равновесия крови в кислую сторону. Поэтому азот, наряду с углекислым газом, активно насыщает клетки организма и тем самым способствует улучшению биосинтеза белка и других соединений. На этой основе кетоновые тела начинают усваиваться организмом, превращаясь из кетонокислот в аминокислоты. Нарастающие кетоацидоз лишь способствуют этому процессу. В результате этого лучше усваиваться не только углекислый газ и азот, находящийся в организме, но и поступающий из воздуха. Дальнейшее повышение кетоацидоза приводит к увеличению фиксации клетками углекислого газа, гиперполяризации мембран клеток и усилению биосинтеза, в результате которого повышается образование кетоновых тел, в результате которого повышено образование кетоновых тел, уравновешивается выработка из них аминокислот. Обычно это происходит на 5-8 день голода, а в последующие курсы гораздо раньше. И называется ацидотическим пиком, кризисом, после которого кислая среда организма сохраняется на одном уровне. Именно в этот период биосинтез клеток человека подобен биосинтезу клеток растений. Клетка человека полностью разблокирована на усвоение углекислого газа и азота из воздуха. При этом отпадает проблема условно незаменимых аминокислот. Качественно улучшенный биосинтез клеток такие вещества вырабатывает сам и в том количестве, которое он не может производить на пищевом режиме. Это и определяет факт полноценного внутреннего питания человека на голоде. Известно, что углерод углекислого газа преобразуется в углерод органических веществ, дает две молекули кислорода плюс дополнительную энергию, которая образуется при восстановлении углерода. Вот что такое регулируемый кетоацидоз и эффекты, вызываемые им. Если циклически голодать и постоянно этим активизировать биосинтез, то на простой пище организм может существовать гораздо лучше, чем при насыщении его сбалансированными белками и другими веществами. Если кратко суммировать благотворное влияние вышеописанных физиологических механизмов на организм, то это будет выражаться в ремонте наследственного аппарата, улучшении биосинтеза, восстановлении ферментативных систем организма, значит улучшается иммунитет, пищеварение, восстановлении мембран клеток, они приобретают форму как у молодых, а также восстанавливаются клеточные барьеры. Увеличение количества клеток и их качества в желудочно-кишечном тракте. Уничтожение жировых и лишних клеток. Человек чувствует себя после правильно проведенного голода гораздо моложе, возвращается юношеская гибкость и обретается здоровье. Об универсальном воздействии описанных механизмов можно судить по массовым экспериментам Сурена Аваковича Аракеляна на животных. Вот некоторые выдержки из статьи «Будем жить 300 лет». Тысяча японских кур-рекордисток отжила, что называется, свой век. Ядца больше не давали, оставалось на мясо. Этих-то бесперспективных старушек и отдали Аракеляну. Началось семидневное физиологически полезное голодание. Так определяет ученый голодание с использованием антистрессового препарата. Это был риск не только для японок. Больше полутора тонн мяса государственное добро, и Аракелян за него отвечал. Месяц спустя настало чудо. На месте старых, облезших и свалявшихся перьев у кур выросли новые шелковистые и светлые. Птицы стали энергичными, подвижными. Исчез гребень, голос стал высокий, почти цеплячьим. А самое главное, омоложение, теперь можно смело употребить это слово, вернуло кур к забытому делу далекой молодости. Они начали откладывать яйца. Вот цифры из официального отчета. Через месяц после физиологически полезного голода неслись 63% кур. Еще через месяц уже 91%. Статья из газеты Труд от 2 октября 1984 года. Антистрестовый препарат описан в первом томе целительных сил. Целесообразность его применения у животных вызвана необходимостью снять возникающий стресс от голода в период пищевого возбуждения. А вот разница в том, что в этих процентах одни стали нести раньше, другие позже, указывает, что у животных также имеются индивидуальные различия. Итак, голод не убивает. Напротив, разумный, контролируемый, он возвращает молодость. Прошедшие месячное физиологически полезное голодание куры стали жить в среднем по 18 лет. Вместо отпущенных природой 6. Ведовой срок жизни продлен втрое. Курами, естественно, дело не ограничилось. Корова, дающая 3000 литров молока в год, живет обычно 9 лет. Если надое составляет 9000 литров в год, жизнь короче. Года 4. Но достаточно дать ей всего 1 месяц в году отдохнуть, применив при этом физиологически полезное голодание. И продолжительность жизни возрастает втрое. То есть, взамен потерянным за 4 месяца простоя 3000 литров получаем 60 тысяч. Не говоря о том, что после голодания животное привыкает есть меньше. Этот раздел мне хочется закончить словами крупнейшего специалиста по регенерации конечностей у животных, разработавшего метод восстановления утраченных лап и хвостов доктора биологических наук профессора Полежаева. Голодание – это процесс повышения физиологической регенерации, обновления всех клеток, их молекулярного и химического состава. Интересно, что биохимические изменения при голодании и репаративной регенерации очень сходны. В обеих случаях есть две фазы – разрушение и восстановление. В обоих случаях разрушение характеризуется преобладанием распада белка и нуклиновых кислот над их синтезом, сдвигом PH в кислую сторону, ацидозом и другими явлениями. Фаза восстановления также в обоих случаях характеризуется преобладанием синтеза нуклиновых кислот над их распадом, возвращением PH к нейтральному состоянию. Изучение о регенерации известно, что усиление фазы разрушения приводит к усилению фазы восстановления. Поэтому с достаточным основанием можно рассматривать лечебное голодание как естественный фактор стимуляции физиологической регенерации. В основе лечебного голодания лежит общий биологический процесс, приводящий к обновлению и омоложению тканей целого организма. Второе. Удаление шлаков из организма. После стадии возбуждения головного мозга из центра голода наступает обратный процесс торможения, в результате которого происходит сильное расслабление организма, которое продолжается до окончания физиологически полезных сроков голодания. Сильнейшее расслабление организма – это первейший прием древних целителей перед проведением любых очистительных процедур. Шлаки, токсины, чужеродные вещества и так далее, ранее твердо сидевшие в укромных уголках нашего организма, начинают потихоньку выходить. Ввиду того, что теперь поток ушлаков, метаболитов и других веществ в клетках в кровяное русло не препятствует поток пищевых веществ в клетке, они выделяются гораздо активнее. А так как биосинтез в клетках сильно активизируется, клетки начинают усваивать ранее неусваиваемые вещества, а все чужеродное выводится вон. Восстановление клеточных барьеров способствует теперь гораздо лучшему отбору веществ из межклеточной жидкости и непропусканию чужеродных. Дополнительная энергия, образующаяся при биосинтезе в восстановлении углерода, позволяет намного увеличить этот процесс. Так аммиак на голоде выводится в тысячу раз сильнее, чем обычно. Потоки шлаков, токсинов, пестицидов, плохие ионы кальция, лишние натрия, тяжелые металлы и радионуклеотиды мощным потоком устремляются в кровяное русло. Таджикский институт гастроэнтерологии доказал, что рассасываются и выходят на голоде камни желчного пузыря. Прекрасно очищается печень, наш главный фильтр крови. Например, по данным врача-гастроэнтеролога Волкова, за период жизни от рождения до зрелости, детства, отрочества, юность, 50% клеток печени уже засорено. И это считается здоровой печенью, ибо она обладает колоссальными резервами. В период зрелости происходит засорение от 50 до 60% клеток, накапливается скрытая патология. Когда же происходит засорение от 66 до 75% клеток печени, это уже явная патология и старение организма. Засорение свыше 75% клеток печени, это старость и смерть. И вот здесь, благодаря тому, что клетки распадаются и вновь синтезируются, делятся, происходит высвобождение этих чужеродных веществ, которые мощным потоком через желчные проходы устремляются в кишечник, а оттуда выводятся вон. Многие будут поражаться, что после тщательной очистки кишечника, из него после недели и более голода, будет усиленно выбрасываться чернота, слизь и прочая гадость. Так знайте, это очищается печень. В связи с тем, что обновление клеток происходит в печени примерно за 2 недели, следовательно, и голодать для ее очищения следует этот срок. Рассасываются старые очаги инфекции, инфильтраты, сгустившийся гной и так далее. Наиболее сильно отходит гной из гайморовых пазух, если прежде человек часто болел насморком. Если в этот период применять разнообразные средства, способствующие ускорению метаболизма, распаду и синтезу клеток, это физическая нагрузка, магнитотерапия, увеличение температуры тела, например, парная, ванна с горячей водой. Применять по совету аюрведы разогревающие пищевые добавки в виде напитков, водный отвар и настой горького перца, корицы, имбиря, а также вводить в организм жидкости для улучшения вымывания шлаков. Можно пить, а также делать клизму, дистиллированную воду, слегка подкисленную лимонным соком. Но это можно делать только с целью скорейшей очистки и на небольших сроках голода для лучшего растворения мочевой кислоты, солей, кальция и так далее. Либо структурированную противомагничную, которую будет лучше промывать организм за счет лучшей текучести, упорядоченности. Или собственную урину, которая действует в этом плане лучше всех взятых вместе жидкостей. Очищение будет идти гораздо быстрее и эффективнее. Выход ранее залегших шлаков в кровь, естественно, неблагоприятно отражается на самочувствии. Человеку становится плохо, все болит, общее недомогание и разбитость. Эти признаки указывают на очистительную работу внутри нас. Надо терпеть, делать очистительные процедуры, клизмы, пить почаще. Гулять на свежем воздухе и радоваться, что у вас еще достаточно сил, которые избавляют вас от шлаков, делают вас чище и здоровее. Никогда сразу не применяйте длительных сроков голодания. Ибо выход шлаков бывает настолько мощным, что органы выделения не справляются и происходит отравление, сыпь на кожу и более серьезные расстройства. Несколько небольших голодовок позволят вам мягко выполнить очистку от шлаков и подготовят к среднему голоду, который пройдет легко. В вашем подсознании отложится положительный опыт проведения такого голода, зафиксируются его оздоровительные результаты. Слишком большое голодание с самого начала, с его мощными выбросами шлаков, слабостью и другими неудобствами. Наоборот, помимо вас, все это зафиксируют. В результате на подсознательном уровне появится тормоз, который будет срабатывать всякий раз, когда надо будет голодать. Сознательно перешагнуть или сломать его очень сложно, особенно когда человек не знаком с работой сознания. И в итоге у человека на всю жизнь остается неверная установка относительно голодания. Очень жаль таких людей, которым правильное голодание подарило бы вторую жизнь. Очищение организма от шлаков в первую очередь способствует нормализации функционирования голографического тела, световой копии физического тела, теломысли. Из ранее изложенного материала нам известно, что голографическое тело не только строит физическое, но и управляет им. Микролазерные излучения, идущие от хромосом, задают программу построения, а отраженные обратно несут информацию, как происходит сам процесс построения и надо ли его корректировать. Рисунок чистая здоровая клетка вверху и зашлакованная больная внизу. Объяснение смотрите в тексте. Эффект запыленного зеркала. В процессе жизнедеятельности в организме в каждой клеточке постепенно накапливаются чужеродные и лишние микрочастицы, трупы клеток, метаболиты и так далее. Вокруг любой частички образуется свое хрональное поле. Чем больше таких чужеродных частиц в нашем организме, тем плотнее становятся эти чужеродные хрональные поля, которые искажают и гасят лазерную микроциркуляцию от хромосом и обратно. Древнейшие врачеватели, особенно аюрведисты, назвали это эффектом запыленного зеркала. Сравнивая это с зеркалом, они говорили, что с постепенным оседанием на зеркало пыли хуже видно изображение. Стоит протереть зеркало, как оно вновь будет правильно отображать предметы. И вот голод, а также ряд других очистительных процедур позволяют очистить наше внутреннее зеркало, голографическое тело, которое сразу же выравнивает и восстанавливает функции работы физического тела, ибо пыли, которая мешала этому, более не существует. Этот же эффект позволяет восстановить и улучшить состояние внутренних жидкостных сред организма, от качества которых в первую очередь зависит циркуляция энергии по каналам акупунктурной системы и ее поступление через кожные покровы. Из физики мы знаем, что чем чище и упорядоченная структура проводника электрического тока, тем лучше и без потерь движутся по нему электроны. То же самое происходит и у нас. Энергия тормозится и рассеивается, если в канале много пыли, если он чист, все в порядке. Электроны свободно продвигаются, они нигде не рассеиваются, в большом количестве поступают к работающим органам. Это же самое относится и к кожным покровам. Если на коже имеются угри, прыщи, либо она засалена, или наоборот сухая, потрескавшая и холодная, через нее поступает небольшое количество свободных электронов и организм страдает от этого. Чтобы очистить кожу, надо удалить колемию из подкожных покровов, что улучшает ее питание, очистит и восстановит функции. А вот голод как раз способствует этому. Очищается внутренняя среда, кровяное русло, нервные стволы, кожа. Увеличивается чувствительность рецептора в районе акупунктурных точек. Сильно обостряется обоняние. Помимо этого, тренируется способность организма быстро переходить на энергонабор из окружающей среды, а также возрастает его мощность. Постепенно, в результате таких тренировок, то есть регулярных, систематических голоданий, человек обходится без пищи двое-трое и более дней, абсолютно ничего не теряя. Он также силен, вынослив, здоров и умственно свеж. Если кратко суммировать очищающее действие голода, то оно заключается в следующем. Погибает гнилостная микрофлора и восстанавливается нормально, как у йогов и долгожителей. Кожа, жидкостные среды, внутренние органы очищаются от ненужного и вредного. Естественно, это происходит не с первого раза, но тем не менее это происходит, особенно на длительных сроках голодания. Значит, это способствует нормальной циркуляции крови, нормализует питание всех частей тела. Связки становятся эластичными, суставы подвижными, сильно возрастает гибкость. Все вышеукаженное способствует резкому улучшению энергетики организма. Вот пример поля Брега. Однажды, когда я голодал в течение 21 дня, то на 19 дней почувствовал сильные боли в мочевом пузыре, особенно неприятные при мочеиспускании. Я отправил мочу на анализ и оказалось, что она перенасыщена ДДТ и другими токсинами. Когда эти яды вышли из меня, я ощутил огромный прилив энергии. Белки моих глаз стали белоснежными, а кожа приобрела приятный цвет. Помню, я уехал в Пасадену к горе Уилсон, высота которой 1800 метров. Забрался на вершину абсолютно без всякого напряжения. Спустившись вниз бегом, я почувствовал огромное облегчение. С моей точки зрения, голодание – это единственный способ избавить организм от всех ядовитых веществ, которые вырабатываются промышленностью и попадают к нам вместе с пищей. Третье. Влияние голода на психику и умственные способности. Этим очищающие эффекты от голодания не заканчиваются. Они сильнейшим образом влияют на психические и умственные процессы. Явления колемии настолько широки и коварны, что это трудно себе представить. Так загустевшая от нее кровь может останавливаться в капиллярном русле головного мозга и вызвать различные по степени нарушения в дыхании и питании определенных участков мозга. Измененный химизм этого участка уже совсем по-другому влияет на человека. Это может проявляться в виде апатии, агрессивности, навязчивых мыслей, мании, страхов и целого ряда других комплексов, вплоть до преступности с извращенной жестокостью. Исследования ученых уже подтвердили тот факт, что у большинства молодых людей мозг сильно загрязнен. Отсюда неадекватность поведения, грубость и зависимость от различного рода допингов, никотина, алкоголя, наркотиков, кофе, крепкого чая, одуряющей музыки. Здесь не надо никакого психоанализа. Просто человеку необходимо поголодать, очиститься, и он становится абсолютно другим. У него пропадает чувство статности, агрессивности. Появляются совершенно другие интересы и отпадает надобность в разного рода стимуляторах. Рисунок загрязнения в кровеносной системе объясняет явление коллэмии. Установлено, что голод восстанавливает пирамидные клетки головного мозга и даже их увеличивает. Это доказал Аршавский. Если мы опять обратимся к пулю Брэгу, то найдем у него следующее. Мне, как и моим ученикам, которые голодали сознательно и настойчиво, широко раскрылись двери к духовному и интеллектуальному совершенству. Если я сегодня читал книгу, то ее содержимое запечатлевается в моей памяти так ясно, будто я держу книгу перед собой. У меня фотографическая память. Уже после трехдневного голодания вы заметите, что будто пелена спала с вашего разума. Вы можете рассуждать более логично, быстрее принимать наилучшие решения. Что раньше казалось серьезной проблемой, становится ясным и простым. После голодания вы ничего не будете бояться. И то, что вас ранее беспокоило, будет легко преодолеваться просветленным разумом. Память обостряется как лезвие бритвы. Вы можете припоминать имена, места и обстоятельства событий, которые происходили с вами много лет назад. Вы становитесь более способными к самообразованию. Следствием моей собственной программы голодания стала внутренняя гармония разума. И я чувствую себя более спокойным и безмятежным. В ладу с собой и с миром. Очищая свое тело и душу, вы возвышаетесь, становитесь позитивно мыслящей личностью. Голодание эффективнейшим образом решает проблемы совместимости. От внутрисемейных, внутриколлективных и до межнациональных. Ранее указывалось, что через легкие человека выделяется до 150 и более веществ. Если человек хронически болен, то через легкие в повышенном количестве выделяются токсины данной болезни. Окружающие такого человека люди это чувствуют и на подсознательном уровне стараются держаться от него подальше, реже контактировать. Это выражается в непереваривании и раздражительности от одного вида такого человека. Возникают конфликты, разлад в семье, распад коллектива. А у людей разных национальностей и соответственно различных способов питания, также выделяются различные вещества, что может придавать специфический запах и вызывает неприязнь. После голодания организм очищается и оздоравливается. Через легкие выделяется гораздо меньше токсических и чужеродных веществ и ранее несовместимые люди прекрасно ладят друг с другом. В ряде случаев голодание хорошо помогает при психических расстройствах, различных видах шизофрении, депрессии, кататонии и так далее. Обычно шизофрению лечат методом шока, электрошоки, инсулиновые шоки. При этом происходят резкие изменения в биохимии клеток мозга. Но ведь голодание в период ацидотического кризиса также вызывает биохимические изменения в клетках, но более мягко и естественно. Стрессы, к которым относятся испуг, гнев, страх, последствия в виде эмоций от какой-либо травмы, например, родовой и так далее, вызывают в голографическом теле искажение в виде путывания лазерных микролучей. Такой узел может остаться на всю жизнь и мешать полноценной жизни человека. Во время голода под воздействием расслабления узлы самопроизвольно распутываются, убирается причина энергетической клише патологической эмоции, вызвавшей узел. Далее структуры и химизм этого участка самопроизвольно восстанавливаются и бредовых, навязчивых и других явлений след простыл. Человек здоров. Еще Павлов указывал, что при лечении психических больных людей необходим покой – главнейший терапевтический прием против болезненного процесса. С целью создания такого покоя была предложена методика лечения сном и другие методы создания искусственного охранительного торможения. Но переход организма во время голода на внутреннее питание предоставляет прекрасный покой всей нервной системы. Одновременно достигается длительное и глубокое расслабление организма. Именно поэтому химическая буря во внутренних средах, глубокое и длительное расслабление организма, покой в нервной системе способствуют нормализации психического состояния человека на голоде. Все вышеуказанные преимущества голода делают его незаменимым во все времена, как инструмент, с помощью которого просветленный разум может воспринимать глубины учений и тайны жизни и бытия. Будда, Моисей, Давид, Христос и множество других людей вплоть до наших дней, например, как Иванов, сознательно голодали с целью обретения мудрости самого редчайшего качества на свете. Четвертое. Реакция организма на голод в зависимости от конституции человека. Особая рекомендация. Желательно ежедневно при длительной интенсивной ходьбе хотя бы раз в день пропотеть. Это удается с большими трудностями, так как на голоде отмечается сухость кожных и слизистых покровов. Войтович. У одних пациентов реактивность хорошая, все описанные стадии хорошо выражены и начинаются своевременно. Речь идет о стадии пищевого возбуждения, нарастающего ацидоза и компенсированного ацидоза. Мои примечания. Лечение в этих случаях дает наилучший терапевтический эффект. У других эти стадии или хорошо выражены, но отсутствуют во времени, или своевременно, но слабо выражены. Это люди, основные нервные процессы у которых инертны или чрезвычайно подвижны. Эффективность лечения у них снижена, положительные результаты проявляются замедленно или они нестойки. Есть и такие больные, у которых не удается наблюдать этих трех стадий. У них понижена реактивность. Обычно лечение дозированным голоданием дает незначительный и краткий эффект. Юрий Николаев. Когда человек начинает голодать и распад структур тела преобладает от их синтеза, до ацидотического кризиса человек за сутки теряет до килограмма и более собственного веса. После ацидотического кризиса, когда ацидот становится компенсированным, лишь 100, а то даже 50 граммов. Усиливается жизненный принцип ветра. Симптомы этого усиления внешне проявляются в виде сухости кожных и слизистых покровов, а также увеличения зябкости организма. Поэтому у лиц с выраженной конституцией слизи, у которых основные жизненные процессы инертны, и в теле наблюдается преобладание слизи и холода, а также у людей с выраженной конституцией ветра, у которых в теле преобладает сухость и холод, основные жизненные процессы протекают чрезвычайно быстро, в организме на роду с благоприятными процессами наблюдается неблагоприятное накопление сухости и холода, что значительно снижает эффект голодания. А у людей, у которых эти два принципа доминируют в организме и вовсе не наблюдается никаких благоприятных изменений. Все перечеркивается холодом и сухостью. Только у лиц с хорошо выраженными жизненными принципами слизи желчи и несколько похожей желчи ветра, а также в уравновешенном типе, процессы голодания вызывают наиболее благоприятные изменения в организме и стимулируют их жизненность. Об этом знали древние врачи-айурведисты и рекомендовали голодать по срокам и условиям проведения только с учетом индивидуальной конституции. На голоде весьма желательно стимулировать угнетаемый единственный принцип теплоты – это желчи. Не зная этого, Войтович, тем не менее, рекомендовал разжигать его с помощью длительной интенсивной ходьбы до пота. Айурведисты, прекрасно зная об этом, рекомендуют принимать отвары-настой, обладающий выраженными, жгучими и даже огненными вкусами перец-имбирь. Именно эти тонкости не дают некоторым отважным людям, голодающим по общепринятым методикам, добиваться стабильных положительных результатов. Ниже приведенные рекомендации помогут Вам в практическом плане извлекать максимальную пользу от голодания. Литься с конституцией ветра надо крайне осторожно применять голод и вообще не голодать в те сезоны, когда принцип ветра в природе наиболее выражен – сухая, холодная зима. Им не рекомендуется голодать больше трех дней подряд. При регулярном голодании сутки голода, то есть 24 часа, проводится раз в две недели. Только при соблюдении водного режима, теплое питье, клизмы, теплые ванны и благоприятное время года, теплая влажная весна и осень, душное дождливое лето, они могут голодать 5-7 и более суток. Если пренебрегать этим советом, у таких людей происходит перевозбуждение телесного ветра, что выражается в сильном и резком похудании, слабости, иссушенности, замерзании, образовании закупорок, малоподвижности в суставах, в неспособности восстановить весь тело. На психическом уровне это создает страх, беспокойство, нервозность, а также срывает циклические протекания важнейших жизненных процессов, сна и бодрствования, то есть наступает бессонница, расстраивается менструальный цикл и тому подобное. Лица с конституцией слизи могут свободно и легко голодать в жаркое сухое время года. Голод будет удалять слизь, давать легкость их организму. Жаркое время года будет уравновешивать холодные свойства, возникающие от голодания, активизирует обменные процессы. Весь этот комплекс будет очень благотворно отражаться на организме. Им можно голодать до двух суток еженедельно, при условии, что они будут вести в это время повышенный двигательный режим, находиться в тепле или применять горячие, но сухие процедуры типа сауны. Летом сухим и жарким они могут голодать до 40 суток, при этом ощущая увеличивающуюся с каждым днем голода легкость и силу. Если они будут голодать в холоде, влажное время года, мало двигаться, то будут сильно мерзнуть. Имеющийся избыток слизи от сухости и холода будут уплотняться и образовываются твердые опухоли и кисты, может возникнуть сущение крови, подняться кровяное давление и т.д. На психологическом уровне это выразится длительной депрессией, разочарованием в оздоровительных системах и жизни вообще. Лицам с конституцией желчи можно применять средние сроки голодания до 5 дней подряд и не чаще 36 часов в 2 недели. Только при соблюдении водного режима, чуть теплое питье, такой же температуры клизмы, тепловатый душ, благоприятное время года, теплая и влажная весна, зима, осень, прохладное лето, они могут голодать до 70 суток. Если это не соблюдать, то усиливающийся телесный воздух разжигает желчь, которая состоит из первоэлементов огня и воды, и тем сильнее, чем меньше жидкость употребляет человек, и чем суше и жарше климат, в котором он находится. Возросший огонь сушит кровь и другие жидкости, вызывает желчное расстройство. Добавьте к этому срыв некоторых циклических функций организма типа бессонницы и расстройство менструального цикла, и вам станет ясно смысл пагубности такого голодания. На психическом уровне это будет выражаться в виде гнева, беспричинной раздражительности, ненависти и головокружения. Наиболее подходят голодные дни для лиц с выраженным двойным принципом – слизи желчи. Голод будет для них спасением, ибо жизненный принцип желчи толкает человека к обжорству, а слизь создает предпосылки для ожирения. Они могут круглогодично, без всяких последствий, голодать в большие строки до 40 суток. Сухое голодание раз в неделю в течение 24 часов – для них вполне приемлемая вещь. Такие голодания будут давать им легкость, угнетать слизь, усиливать пищеварение, придавать остроту уму. Как показывает практика, регулярным голоданием, а тем более выдерживая большие строки, занимаются люди с преобладанием в их конституции слизи желчи. Наиболее ярким представителем этой конституции является Порфирий Иванов. А вот Поль Брех имел более слабый жизненный принцип слизи по сравнению с желчью. Поэтому он был сторонником средней голодания от 7 до 10 дней. Если вы подходите по параметрам к данному конституционному типу, смело принимайтесь за голод, постепенно увеличивая сроки. Теперь нам становится ясна суть разновидности голода. Сухое подходит для лиц с конституции слизи. С применением воды, питья и клизм для лиц с конституции желчи. Голодание на соках и отварах для лиц с конституцией ветра. Для слизи желчи и равновешенного типа обычное голодание. Помните, все должно быть подобрано индивидуально, только в этом гарантия успеха. Подстраивайте голод под свою собственную конституцию, а не себя под чью-то систему. Современное толкование рекомендаций Иисуса Христа о проведении поста. Вот только теперь, узнав о механизмах влияния голода на организм человека, можно успешно растолковать рекомендации Иисуса Христа. Первое. Если ты знаешь все, ты можешь сказать нам, почему мы должны страдать от стольких болезней. Учитель, исцели нас, чтобы мы вновь обрели силы и чтобы несчастья наши оставили нас навсегда. Христос отвечал им, что люди творение Матери Земли и поэтому должны следовать ее законам. Она дала вам тело ваше и никто кроме нее не излечит вас. А люди, погрязшие в суетности, в погоне за чувственными наслаждениями, игнорируют эти законы и в течение жизни только и делают, что совершают одну ошибку за другой. Плата за такой образ жизни производится собственным здоровьем. Дыхание сынов человеческих становится коротким, прерывистым, болезненным. Оно становится зловонным и так далее. Комментарии Иисус Христос указывают на общую причину заболеваний. Из-за распутного образа жизни, переедания, несбалансированности между углеводистой и белковой пищей с одной стороны и витаминами и минеральными веществами с другой, это будет и рафинизация пищи и обеднение ее витаминами группы В, человеческий организм быстро зашлаковывается неусвоенными пищевыми веществами и теряется способность к полноценному биосинтезу. В результате утрамбовывания организма вкусной, но неудобоваримой пищи происходит ослизнение всего организма. На этой слизи прекрасно размножаются бактерии, происходит гниение ее, не успевают полноценно выводиться токсины усталости. В результате этого от человека дурно пахнет, а само дыхание становится коротким и даже через рот. Второе. Для того, чтобы избавиться от болезней, Христос рекомендует очистить тело с помощью естественного природного процесса – голодания. Чтобы избежать всех искушений тела своего и сознания своего, удалитесь под сень неба Господнего. Возродите себя сами и воздержитесь от пищи. Комментарии. Вернитесь в дом свой и поститесь в одиночестве, и пусть никто не видит, как вы поститесь. Итак, первое условие – это уединение, чтобы люди, ничего не смыслящие в голоде, своим глупым состраданием, которое будет действовать подсознательно. Вторая причина уединения в искушении тела оказывается – контакт голодающего человека с аэрозолями пищи и в особенности лекарств может снижать эффективность голода на 50-70%. Вообще обнаружено дальнодействие различных веществ на организм человека. С помощью многократных экспериментов было доказано, что при головной боли совсем не обязательно принимать анальгин внутрь. Достаточно иметь с ним контакт в течение 15 минут, а в некоторых случаях достаточно всего лишь взгляда на таблетку анальгина. Поэтому и рекомендуется удалиться вообще от человеческого жилья, чтобы никакие аэрозоли и прочие вещества не оказывали на вас подспудный отрицательный эффект. Отказ от пищи позволяет вам переключиться на эндогенное, то есть внутреннее питание, обновить биосинтез, то есть возродить себя заново. Третье – поститесь до тех пор, пока Вильзеву и вся порча его не покинут вас и пока все ангелы Матери-Земли не придут служить вам. Комментарии. Здесь говорится о сроках голодания. Если они будут слишком короткие, то ангелы Матери-Земли в виде сил обновления полноценно не проделают свою работу и у вас останется патология порча Вильзевула. Четвертое – ищите чистый воздух в лесу или в поле. Разуйтесь и снимите свои одежды и пусть ангел воздуха обнимает все ваше тело. Потом дышите медленно и глубоко, чтобы ангел воздуха проник в вас. Ангел воздуха изгонит из вашего тела все нечистое, которое оскверняет его снаружи и изнутри. И тогда все плохие запахи и нечистоты выйдут от вас, как дым от пламени. Комментарии. Обнаженное тело гораздо лучше воспринимает окружающую энергию через кожу. Знаете такую вещь? Благодаря одежде мы выигрываем в теплосбережении, но зато теряем более ценную плазменную энергию, которая постоянно разряжается на нашу одежду. Обнажившись, мы сразу же включаем в полноценный режим работы нашу яйцеобразную оболочку. Обнажение указывает на то, что голодание надо проводить в теплое время года, наиболее благоприятное для этого. Медленное и глубокое дыхание будет способствовать развитию дыхательного ацидоза, который, как и кетоацидоз, способствует фиксации углекислого газа и азота клетками и увеличивает биосинтез. Обнажение и медленное и глубокое дыхание запускают сразу два процесса и оба энергетического значения. Биосинтез внутри дает энергию, ангел воздуха проникает в вас, а снаружи включается акупунктурная система. В итоге, 150 веществ, выделяемых через легкие, обильно устремляются вон из тела, как дым от пламени. Вспомните, процесс выделения из тела аммиака возрастает в тысячу раз. Пятое. Снимите обувь вашу и позвольте ангелу воды обнять ваше тело. Пусть ваше тело качается, колеблет в воду. И все нечисто и скверно пахнущее истечет от вас далеко, подобно тому, как грязь от одежды, стираемой в речной воде, уносится течением и теряется вдали. Комментарии. Здесь описывается нечто иное, как процесс очищения толстого кишечника. Человек заходит по колену в воду. Вот почему надо только разуться, а не раздеться. Присаживается на корточки, в результате чего таз погружается в воду и далее выполняется особое упражнение. Расслабляя анус и поднимая диафрагму на выдохе, происходит засос воды внутрь толстого кишечника. Можно вставлять в анус трубочку, далее закрывают анус, трубочка вынимается и выполняют разнообразные движения животом. На уле, одея на банку в быстром темпе. Это колеблит воду внутри, что способствует лучшему очищению. Затем выпускают воду наружу. Эта процедура повторяется до тех пор, пока вода не станет выходить чистой, как речная пена, играющая в лучах солнца. Этот прием будет способствовать, во-первых, быстрому очищению толстого кишечника. Во-вторых, если нет ничего в толстом кишечнике, за ночь все содержимое пищеварительного тракта усваивается и спускается в толстую кишку, поэтому все скапливается и застаивается только там. То быстро пропадает чувство голода и организм переключается на эндогенное питание. В-третьих, значительно расчищается верхний путь очищения через язык и легкие. Если вовремя не удалить содержимое из толстого кишечника, то всасываясь, оно будет выходить через легкие и рот, вызывая при этом слабость и разбитость. Шестое. Рекомендация делать клизмы ежедневно преследует несколько другие цели. Каждый день после поста своего повторяет то очищение водой до тех пор, пока не увидишь, что вода, истекающая из тела твоего, столь же чиста, как пена реки. Комментарии. Ежедневные клизмы, во-первых, позволяют лучше очищать организм через толстый кишечник, во-вторых, контролируется сам ход очищения организма. Ежедневный сброс чужеродного патологического в воду указывает, что процесс очищения продолжается. Как только вода стала выходить чисто, значит патология выведена. Оценка окончания голода по чистоте воды гораздо более верный показатель полноценного очищения организма и восстановления его, чем по языку или чувству голода. Седьмое. Но если после всего у вас останутся все же следы нечистот, учитывая ваши прошлые грехи, призовите ангела солнечного света. Раздуйтесь, снимите все одежды и позвольте ангелу света обнять ваше тело. Потом вдыхайте воздух медленно и глубоко, чтобы ангел света мог проникнуть внутрь. Тогда он изгонит из тела вашего все зловонное и нечистое, что оскверняет вас снаружи и внутри. И все нечистое и зловонное уйдет от вас, как мрак ночи рассеивается при блеске восходящего солнца. Комментарии здесь имеются в виду процесс изгнания патогенной черной энергии из организма. Под процессом вхождения ангела солнечного света надо понимать создание умственного представления, что солнечные лучи через кожу проникают в ваш организм и насыщают его блестящим светом. Этому же способствует и медленное дыхание, то есть концентрация нужных мысленных представлений. И тогда действительно солнечная энергия выгрызает и изгоняет черную энергию из организма, как мрак ночи рассеивается при блеске восходящего солнца. Восьмое. Ангелы воздуха, воды и света, они даны были сыну человеческому, чтобы служить ему. И пусть эти трое братьев ангелов охраняют вас ежедневно и пребывают с вами в течение всего вашего поста. Комментарии. Помимо всего, под тремя ангелами необходимо понимать процесс биосинтеза, для которого необходимы воздух, углекислый газ и азот, вода и солнечный свет, энергия. Биосинтетические процессы с участием этих трех слагаемых должны продолжаться непрерывно в течение голода, что и будет охранять вас как от болезни, так и поддерживать жизнеспособность организма. Девятое. Скажи нам, коих грехов должны избегать мы, чтобы больше никогда не видеть болезни? Комментарий. Одним из грехов невоздержания наше неправильное питание. Если мы переедаем, несбалансированно питаемся, потребляем много белковой пищи, то биосинтез снова будет угнетен, человек зашлакуется, ослезнится и будет болеть. Поэтому надо есть пищу, которая бы минимально угнетала биосинтез клеток. Другими словами, вызывало бы минимальное количество реакций специфического динамического действия пищи, ведущих к усилению дыхания. Указанные Иисусом Христом продукты именно так воздействуют на наш организм. А такие продукты, как мед и абрикосы, вообще не угнетают биосинтез, ведь они не содержат крахмалов и белков. Наш организм самостоятельно полноценно вырабатывает все нужное и в оптимальном количестве белки из воздуха, гликоген и жир из углеводов, меда и абрикос. Минеральные вещества наиболее полные представлены именно в этих продуктах. Если же добавить при этом собственную урину, то организм становится еще более автономным с мощным биосинтезом и, естественно, гораздо дольше может существовать. Аскетический образ жизни и питания способствуют сохранению на высоком уровне биосинтеза и поэтому так высоко ценились и продолжают цениться. И ничего более лучшего для этого не придумано. В результате такого питания и образа жизни действительно происходит единение дыхания с дыханием, плотью и кровью матери земли. Вы потребляете из воздуха углекислый газ и азот, из которого строите собственное тело. Между вами и природой нет никаких посредников в виде пищевых веществ. Вы действительно сливаетесь с ней и у вас самопроизвольно возникают различные совершенства по индусски ситхи. Ясно слышание, ясновидение и так далее, которые сегодня подразумеваются под термином экстрасенсорика. Правила и проведение голодания. Существуют определенные правила при проведении голодания. Час была указана раньше, а теперь все будет изложено более конкретно. Соблюдайте правила, вы облегчите свой голод и повысите его эффективность. Несоблюдение по незнанию, либо игнорирование могут привести к плохим результатам и серьезным последствиям. С эти правила можно свести к трем большим группам. Теоретической подготовки, практическому, поэтапному осуществлению голода, системе постов и спасов. Теоретическая подготовка включает в себя А. Сведения о влиянии голода на организм человека. Б. Голодание и индивидуальная конституция. В. Особенности разнообразных видов голодания. Ввиду того, что первые два вопроса были подробно освещены выше, остановимся на третьем. Здесь пять вопросов. Обычное голодание, сухое голодание, уриновое голодание, голодание на соках, диетический метод лечения шрота. Обычное голодание, оно проводится так. Человек отказывается от приема любой пищи, пьет только воду. При этом, в дополнение к питью воды, он может делать клизмы 1-2 раза в день с теплой водой 1,5-2 литра. Количество выпиваемой жидкости регулируется самим человеком и составляет примерно 1-2 литра. В зависимости от конституции, физиологические аспекты такого голодания изложены ранее. Сухое голодание, оно проводится так. Человек ничего не ест и отказывается на небольшой срок. Все зависит опять-таки от индивидуальной конституции и степени тонированности к голоду. От употребления жидкости внутрь. Не пьет и не делает клизм. И даже не умывается. Помните, вода через толстый кишечник всасывается лучше, чем через верхние отделы пищеварительного тракта. А при умывании она всасывается через кожу напрямую, через кожу лица, рук. Минимально, но всасывается. Во время сухого голодания смачиваются водой кожные покровы и получится рот. Допустим, только лицо смачивается и получит во рту, чтобы не было сухости. Смачивание кожных покровов можно производить по-разному. А, в зависимости от того, насколько можно смачивать кожные покровы. Обливание, принимается душ, ванну, делают обтирание или обертывание мокрой простыной. Либо вообще вот эти все контакт водой прекращается. При таком голодании дополнительно активируется целый ряд механизмов, способствующих быстрому и качественному очищению. Разберем их подробнее. Первое. Ввиду непоступления в организм воды происходит усиление жизненного принципа ветер и желчь. А так как желчь состоит из двух первоэлементов огня и воды, в ней происходит возбуждение огня. Возросший ветер раздувает телесный огонь, который сжигает токсины усталости, растворяет инфильтраты после уколов, операций и так далее. Жировики, опухоли, очищает кишечник, усиливает иммунитет. Но здесь важно чувствовать меру и своевременной подачи жидкости через кожные покровы, не дать телесному огню и сушить слизистые оболочки и испортить, пережечь, как говорили древние врачеватели, кровь и другие жизненные соки. Проведение такого голода это искусство балансирования на грани. Те, кто пробовал сухой голод, знают, насколько сильно может бушевать внутренний огонь. Согласно Айурведе, прием жидкости в виде чая, настоя растений, обладающих годячими пряными качествами, имбирь, красный и черный перец и им подобные, помогают возжечь телесный огонь. Прием такого чая особенно подходит постоянно мерзнущим и с замедленным пищеварением лицам. Второе. Ввиду обезвоживания организма начинается сильнейшая борьба между клетками тела и патогенными микроорганизмами за воду. Клетки тела на положении хозяина отбирают воду у микроорганизмов, обрекая их на смерть от обезвоживания. Этот механизм способствует быстрому подавлению разнообразных инфекций. Третье. Обезвоживание организма быстро сгущает кровь. Возникает разница в астматическом давлении между кровью и межклеточной жидкостью, в результате чего наблюдается энергичная диффузия воды из межклеточной жидкости в кровь. Вода при своем движении увлекает и шлаки, способствует тем самым очищению. Четвертое. Регулярные водные процедуры заставляют на полную мощность работать на всасывание кожной покровы. Этим мы добиваемся обратного эффекта. Вместо обычного тока жидкости из глубины организма к порам кожи, мы гоним воду от 96 миллионов пор кожи к центру тела. В результате смены направления потока происходит расчистка кожных покровов. А это приводит к улучшению циркуляции в ней защитной энергии и улучшает поглощение свободных электронов. Пятое. Вышеуказанные механизмы сильнейшим образом тренируют акупунктурную систему, прочищают ее каналы за счет явления сверхпроводимости и сверхтекучести. Промывается все тело от кожных покровов до центральной части. В результате этого один эффект помогает другому. Суммируясь, они производят огромную работу по оздоровлению организма. Так в результате увеличения энергии в организме лучше протекают все окислительно-восстановительные реакции, возрастает температура тела, все ненужное сгорает, нужная основа используется. Эффект сверхтекучести быстро и качественно удаляет продукты окислительного процесса. В результате один день сухого голодания приравнивается к 3-4 дням обычного. Ярче выражен и последующий эффект омоложения. Но надо очень и очень осторожно подходить к такому голоданию и помнить, что в этом случае нагрузка ложится на почки и кишечник, а также на сердце. Если они слабые или больные, их надо прежде укрепить. Уриновое голодание является венцом всех голоданий. Если все предыдущие способы позволяют очистить и оздоровить организм, то уриновое позволяет восстановить разрушенные болезни органы. Более подробно об урине сказано в томе 3, а пока ограничимся эффектами, возникающими от ее применения. Уриновое голодание проводится так. Человек воздерживается от пищи, но выпивает выделяемую урину полностью или частично. Можно употреблять воду. Массаж тела и клизмы по 100-200 граммов или несколько раз в день с упаренной до 1,4 первоначального объема урины еще сильнее повышают эффективность такого голодания. Человек ставится в свои первородные условия, когда он плавает в урине и заглатывает ее. При этом урина за счет своих горьких, вкусовых и тепловых подсушивающих свойств целенаправленно воздействует на всеслизистые и твердые образования, растворяя и изгоняя их. Однако надо помнить, что в некоторых случаях патологически измененная ткань может тянуть соли урины из компрессов, поэтому с компрессами будьте осторожны. В основном это касается запущенных полиартритов. Уриновое голодание поддерживает работу сердца, разжижает кровь и убирает значительную часть нагрузки с почек. Его можно смело рекомендовать лицам с ослабленными почками и сердцем. За счет слабительных свойств урины у человека во время голодания бывает регулярный стул. Она отлично промывает наш главный фильтр печень, возрождая его. Если при таком голодании делать микроклизмочки от 100 до 200 граммов с упаренной до 1,4 первоначального объема урины, то через толстый кишечник происходит освобождение организма от слизи мукополисахаридной и белковой природы, которая в виде стеклообразной массы будет выходить вон. Причем слизь будет отходить пригорчнями, будет отдираться наки, полипы и другие патологические образования, расположенные на стенках толстого кишечника. Прекрасно залечиваются хронические колиты, ведь слизь, утрабовавшись в стенке толстого кишечника, лишает его питательных веществ, затрудняет кровообращение. А мы знаем, что мукополисахаридная белковая слизь хорошо растворяет солевые растворы. У парина урина является наилучшим солевым раствором, образованным самим организмом. Таким образом, через стенки толстого кишечника очищаются органы малого таза, восстанавливается половая и детородная функции, нормализуется кровоток. Прием урины внутрь и посредством массажа за счет эффекта интерференции и дальнодействия уничтожает самую разнообразную патологическую микрофлору, где бы она ни была. Ввиду того, что урина представляет собой жидкостную ткань организма, в которой концентрируются как ненужные для организма вещества, так и полезные гормоны, витамины, энзимы, соли, вещества, вырабатываемые организмом в борьбе с болезнями и так далее, она представляет собой идеальный строительный материал. При этом все ненужное, вредное, при обратном употреблении внутрь, содержится кишечной стенкой, ведь кишечник выполняет и функции выделения, концентрируется и действует как слабительное. Все нужное подвергается обратному всасыванию и утилизируется. При этом с каждым обратным потреблением урина становится все чище и чище. Так, усилив кругооборот собственной жидкости, мы промываем весь организм, не затрачивая энергию на структуризацию воды, а собственный белок, находящийся в урине, идет на восстановление разрушенных болезнью тканей и органов. Величайший уринотерапевт Амстронг на многочисленных примерах убедился, что урина восстанавливает не только легкие, поджелудочную железу, мозговые ткани, сердце и так далее, но и оболочки органов и слизистой оболочки. К тому же уриновое голодание из всех вышеописанных переносится намного легче, а эффект намного сильнее. Голодание в кавычках на соках. В строгом смысле слова, этот вид голодания нельзя назвать голодом. Это соколечение или отваролечение, во время которого достигается сильное ощелачивание организма, особенно в случае сокотерапии. И за счет этого вымываются кислые продукты обмена и шлаки. Его можно проводить на самых разнообразных соках и отварах. В зависимости от индивидуальной конституции, виноградный сок рекомендуется для лиц ветра, гранатовый, клюквенный, отвар шиповника, лимонный сок, разбавленный водой для лиц желчи и яблочный сок для лиц слизи. Вообще вариантов очень много, все зависит от сезона года и наличия продуктов. В каждый день такого голодания выпивается литр или полтора сока. Его можно разбавлять водой, лучше талой и омагниченной. Можно использовать антистрессовый препарат Аракеляна. Вот его рецепт. На 1 кг веса тела берется 0,01 г пищевой лимонной кислоты, 0,01 мг настоя мятой, 2 г натурального меда и 2 мл воды. Это норма на 6 дней. Если вы весите, к примеру, 80 кг и голодаете 3 дня, берете, соответственно, 0,4 г лимонной кислоты, 0,4 мл настоя мяты, 80 г меда и 80 мл воды. Разделяете это на 3 части и принимаете по одному разу в день. Диетический метод лечения Шрота. Этот метод был открыт в начале прошлого столетия крестьянином из австрийской Селезии Иваном Шротом. Исследования механизмов лечебного действия доктора медицины Зихрихтом Мюллером подтвердили высокую эффективность метода Шрота в борьбе с хроническими заболеваниями. Суть этого метода заключается в том, что при хронических заболеваниях мы имеем дело с испорченными соками, то есть извращенными до неузнаваемости внутренними средами организма. И для того, чтобы принести себе действительную пользу, необходимо способствовать очищению соков и обновлению крови. Это и привело Ивана Шрота к излечению. Без очищения нет излечения. Предложенный им способ лечения складывается из четырех различных подходов. Влажная теплота, бедная белком пища, воздержание от жидкости, периодическое назначение слабого вина. Влажная теплота. Она достигается обертыванием пациента влажными холодными простынями, поверх которых накладывается одеяло и перины. Эти обертывания могут быть местными, ограниченными пораженной частью тела, или полными, занимающими большую часть поверхности тела. В большинстве случаев обертывания делаются на ночь или на 3-8 часов. В первый момент при соприкосновении холодных влажных простыней с кожей человека ощущается сильное чувство холода, которое быстро сменяется приятным чувством теплоты. При этом должен обильно выделиться пот, и чем сильнее, тем лучше. После обертывания следует сухое обтирание и полежать еще некоторое время в постели. Во время таких обертываний кожа сильно поглощает воду из мокрых простыней, а взамен отдает им дурные составляющие крови. У некоторых людей простыни настолько пропитываются болезнетворными веществами, что отвратительно пахнут. А у сильно зашлакованных людей могут быть высыпания на кожу и даже форонкулы. Основной эффект влажных обертываний заключается в стимулировании аккумуляторной системы. Ведь теплота и влага на кожных покровах позволяют снимать и поставлять с рецепторов кожи лавину свободных электронов. Что и объясняет появление внутренней теплоты и обильного потоотделения. Сильный инь, холод и влага порождают свою противоположную ян. Теплоту и движение. Бедная белком пища. Шрот во время лечения рекомендовал простую, однообразную пищу. Черствые сухие булки. Сразу оговоримся, что качество хлеба в то время было совершенно другим. Он был цельным и не содержал термофильных дрожжей. Наш хлеб для такого лечения не подходит. Используйте круто сваренные каши, а затем подсушите их, как лепешки. Цель такой диеты заключалась в том, чтобы она была малобелковой. А болезненные отложения преимущественно содержат белок. Потому болезнетворный белок частично шел на ресинтез клеток, а негодная выбрасывалась. Сухая пища для своего усвоения требует жидкости, которая отдается организмам в виде пищеварительных соков. При этом жидкость фильтруется и обезвреживается через слюнные железы. Каждый прием такой пищи тянул на себя воду из организма, что способствовало вымыванию шлаков, а также обостряло борьбу за воду между организмом и патогенными микроорганизмами. Цельные черствые булки и каши производят небольшое ощелачивание внутренней среды организма, что положительно сказывается на растворении залежей, кислых, мукополисахаридов и белков. В целом это сильно напоминает седьмой макробиотический режим питания по Жоржу Асаве. Воздержание от жидкости. Об этом приеме было достаточно сказано в сухом голодании, поэтому здесь лишь укажем, что Шрот ставил в этом отношении строгие требования. Полное воздержание от жидкости он доводил до 2, 3 и даже 5 дней. Опыт такого лечения показывает, что это излишние и хорошие результаты получаются при воздержании от 1-2 дней. Естественно, в остальные дни человек не компенсирует это обильным приемом жидкости, а умеренно пьет. Периодическое назначение слабого вина. Ввиду того, что растворенная в тканях мочевая кислота и мукополисахариды начинают поступать в кровь, из мест своего залегания обостряются хронические заболевания, возвращаются болезни и различные расстройства, ухудшаются общие самочувствия и так далее. Другими словами, наступает сильный очистительный кризис. Чтобы его спустить на тормозах, Шрот дает легкое вино, ведь алкоголь и винная кислота обладают способностью оттеснять обратно из крови в ткань, вышеуказанные вещества, мочевую кислоту и так далее, и временно ликвидировать обострение. У человека наступает чувство теплоты, силы, поднимается настроение, и он продолжает лечение. Вместо вина можно давать свежеприготовленные соки овощей и фруктов, они окажут подобное действие. Такое лечение продолжается от 4 до 6 недель. И если в течение этого времени человек не выздоравливает или не получает удовлетворительного улучшения, делают перерыв на 8-10 дней, в течение которого человек питается как обычно, после чего курс повторяется во второй и даже третий раз. Если и после этого не наступают улучшения, то дают отдых в течение нескольких недель и повторяют ново. Сразу отметим, человеческий организм умудряется столько упаковывать мочевой кислоты и мукополисахаридом, что настоящее качественное очищение наступает только после 3-4-30-40-дневных голоданий. Поэтому никогда не думайте разделаться с недомоганиями наскоком из первого раза. Вначале будут отходить шлаки менее густой консистенции, затем будут растворяться более густые, далее еще более плотные в виде корочек и, наконец, начинают растворяться и выводиться кристаллические отложения. Процесс очищения в организме требует свободной энергии и времени, а это большая работа на несколько лет вперед. Только когда у вас будет розовый язык, шелковистая кожа, прекрасное обоняние, гибкие, как в 5 лет, суставы, полнейшая неутомимость от физического и умственного труда, вот тогда вы очистили и оздоровили свой организм так, как надо. Практическое поэтапное осуществление голодания. Нам предстоит разобрать следующие вопросы. Предголодовой период, вход в голодание, сам процесс голодания, выход из голодания и послеголодовой период, то есть восстановительное питание и последующие рекомендации по пищевому режиму. Предголодовой период. Как правило, этому периоду не уделяется должного внимания, а зря. Если обратиться к аналогичному опыту из природы, то он поможет нам открыть ряд интереснейших фактов. Например, прежде чем залечь в спячку, медведи усиленно едят разнообразные травы и коренья, которые не только очищают их желудочно-кишечный тракт, но и оставаясь всю жиму в кишечнике и подвергаясь переработке микрофлоры, поставляют в организм микроэлементы и биологически активные вещества. Такая травяная пробка позволяет медведю после окончания спячки безболезненно сходить в туалет. В народе медвежью пробку высоко ценят и используют в качестве целительного средства. Предголодовым периодом можно считать срок в 2-3 недели до начала голодания. В это время человек морально настраивает себя на предстоящий голод, в результате чего у него в подсознании постепенно создается сильная мотивация, которая позволяет гораздо легче переносить тяготы и неудобства голодания. Перед голоданием желательно изменить свой пищевой режим в сторону увеличения сырой растительной пищи, либо же обработанной термически. В холодное время используйте слегка тушеные овощи, вот о чем я вам и говорю. Такое питание произведет предварительно очищение желудочно-кишечного тракта, что во время голодания позволит значительно снизить поток токсинов из толстого кишечника. Во-вторых, организм запасется минеральными и биологически активными веществами, а клетчатка будет лучше адсорбировать токсины. Вход в голодание. Под входом в голодание подразумевается первые 2-4 дня голода. Это один из наиболее важных моментов. Успешно преодолев его, вы сможете приобщиться к регулярным голодовкам и получать все выгоды и преимущества, которыми щедро одаривает голод. Особенно это касается лиц, имеющих выраженную конституцию ветра и желчи. Наипервейшая задача – подавление чувства голода. Как правило, далеко не все могут успешно преодолеть его одним волевым усилием. Но если очистить желудочно-кишечный тракт от остатков пищи, то чувство голода пропадает гораздо быстрее. Ввиду того, что за ночь вся пища переваривается и скапливается в толстом кишечнике, важно именно оттуда удалить ее. Выше указаны рекомендации Иисуса Христа по промыванию толстого кишечника описанным способом и служить для этой цели. В наше время ее можно с успехом заменить на промывание толстого кишечника с помощью кружки эсмарха. То есть проделать несколько клизм подряд, от трех до пяти. Каждая выполняется с полтора-двумя литрами теплой воды. Специально подготовленной. С водопровода не берите. Хлор влияет на микрофлору толстого кишечника. Вода для клизм должна быть подготовлена специально. Только такой большой цикл клизм позволит вам полноценно очистить толстый кишечник и добиться выхода относительно чистой воды после последних клизм. С целью лучшего очищения можно использовать вместо воды упарину до 1,2 или до 1,4 от первоначального объема урину. Например, 0,5 литра упаренной до 1,4 урины и 1 литр воды. Или 1 литр упаренной до 1,2 урины на 1 литр воды. Урину и воду смешивайте в кружки эсмарха и этой смесью промывайтесь. Автор применял Шанг Пракшалану по общепринятой методике с целью очищения всего пищеварительного тракта и остался очень доволен. Вы можете точно так же поступать перед голоданием, используя подсоленную воду или различные пропорции урины и подсоленной воды. Николаевская школа голодания рекомендует в первый день голодания обязательно принимать слабительное. Большая доза слабительного магнезия или соль барбара в количестве не менее 60 граммов растворяется в 300-400 граммах воды и в один прием выпивается. За счет астматических процессов сильно притягивает в желудочно-кишечный тракт воду и вместе с тем и растворенные шлаки. Это облегчает очищение на первом этапе. После принятия слабительного происходит сильная потеря воды организмом. Поэтому сразу после принятия слабительного пейте талу или магничную воду. Чем чище вода поступает в организм, чем она структурированнее, тем сильнее она сосет на себе шлаки и лучше промывает организм. Больше никакого слабительного не принимайте, ибо из-за потерь воды нарушается ионный обмен в организме, что выражается в виде тошноты и даже рвоты. С целью снятия обезвоживания организма потребляйте достаточное количество воды, обычно до 2 литров. Тем людям, которые имеют отеки и много лишней жидкости в организме, наоборот, нужно воздержаться от большого приема воды. Пить понемногу с целью нормализации, а уже потом пить воду в нормальном количестве. Древние египтяне накануне голодания применяли рвотное, которое, по их мнению, лучше снимает чувство голода. Обратный ток энергии, вызванный рвотой, сильно подавляет чувство голода. К тому же данный механизм способствует быстрому включению верхнего пути очищения. Из практики регулярных голоданий вы сами узнаете, что в первую очередь на голоде токсинами и шлаками покрываются слизистые оболочки языка и ротовой полости. Существует еще один способ вхождения в голодание, применявшийся древними егинами. Он заключается в том, что первые 2-4 и более дней голодания выпивается вся дневная, а то и суточная урина. Она действует как мягко-ослабительная, естественно и без надрывов, вызывает послабление, отквашивает каловые камни, ликвидирует различные отеки, нормализует микрофлору и делает много других полезных вещей в организме. Вышеописанная процедура входа в голодание позволит уже на следующий день переводить организм на эндогенное питание и ликвидирует чувство голода полностью. В редких случаях чувство голода не пропадает в течение недели, а то и всего периода голодания. Это возможно в случае сильного загрязнения толстого кишечника накипью, который обычные клизмы плохо вымывают, а берут только уриновые. Еще один довод в пользу предголодовой подготовки. К счастью, такое бывает не часто. Вышеуказанные приемы в сочетании с голодом способствуют уничтожению патогенной микрофлоры желудочно-кишечного тракта всего за 3-4 дня. Питьевой режим во время голодания. Прием воды внутрь, ангел воды, способствует лучшему расщеплению жира с целью удаления лишнего натрия из организма, который законсервировал в клетках шлаки. В течение первых дней голода рекомендуется пить до литра воды, учитывая индивидуальную конституцию и возраст. Далее питьевой режим увеличивается до 2 литров в сутки. Но все нивелируется с учетом индивидуальной конституции. При слизи пить меньше, при веты и желчи несколько больше. Чтобы уменьшить явление ацидотического кризиса с 3-4 дня, можно пить минеральную или насыщенную углекислым газом воду. Бикарбонаты, находящиеся в минеральной воде, будут смягчать развитие ацидоза. Шири используется во время голода о магниченную воду. Она будет хорошей энергетической подпиткой для организма. Сам процесс голодания. После того, как пропало чувство голода, в организме происходит ряд последовательных перестроек. Нарастание ацидоза к эндогенному, то есть внутреннему питанию за счет использования собственных тканей и газообразных веществ из атмосферы. Организм приспосабливается не сразу, а за 6-10 дней при последующих курсах голодания на 3-5 суток. Ввиду того, что на голоде организм начинает производить сахар из собственного жира и белков, в крови накапливаются кислые продукты неполного распада жира. Масляные кислоты, ацетон, белковые обломки, шлаки, токсины и так далее. Щелочные резервы крови понижаются, и это отражается на самочувствии. Появляется головная боль, слабость, общее недомогание. Потихоньку эти явления могут нарастать до 6-10 дня голодания. У некоторых даже больше. В компенсированный ацидоз наступает ацидотический криз, после которого человеку сразу, иногда в течение одного часа, становится намного лучше. Это указывает на то, что ацидоз стал компенсированным. То есть сахара вырабатывается достаточно, и он теперь помогает утилизировать белки и жиры без образования продуктов неполного усвоения жира. Ацидоз, то есть кислотность, при этом несколько уменьшается. Клетки организма разблокируются и переходят на полноценное внутреннее питание и усвоение углекислого газа и азота из воздуха. Человек теперь гораздо меньше теряет в весе и легко переносит в голод, пока имеется в организме запас жира и белка. Это качественно иной для человека принцип внутреннего питания, энергообеспечения и который производит чудеса исцеления на голоде. Чтобы вышеуказанные процессы протекали более успешно, необходим обязательный двигательный режим, который будет снабжать организм свободными электронами, усиливать окислительно-восстановительные процессы, помогать циркуляции жидкостных средств и выводить с помощью усиливного дыхания до 150 разнообразных веществ, находящихся в газообразном состоянии. А бездвиженность на голоде только ухудшает состояние голодающего. Водные процедуры в виде обливания душа, ванны, контрастного душа, бани рекомендуются для улучшения расшлаковывания через кожу. Их рекомендуется делать раз-два в течение дня, парную применять раз в два-три дня. Опять-таки, эти рекомендации должны рассматриваться с учетом Конституции и сезона года. Георгий Войтович подчеркивал, что сауна в период лечебного голодания не является противопоказанной как при ишемической болезни сердца, так и при гипертонии. Клизмы. В этом вопросе различные школы голодания придерживаются разных мнений. Одни рекомендуют их делать, а другие нет. Наша школа рекомендует их делать, особенно при проведении длительного голодания. Первую клизму рекомендуется делать через сутки после действия слабительного. Некоторые авторы рекомендуют выполнять их дважды в день, утром и вечером. При этом удаляется грязь и желчь, поступающие в толстый кишечник. Желчегонный эффект на голоде осуществляется за счет проникновения в желудок насыщенных желчных кислот, в результате чего полноценно разгружаются желчевыводящие пути, желчный пузырь и желчные протоки печени. Нередко выходят мелкие камни и песок. При желчнокаменной болезни во время голода рекомендуется ежедневно в течение часа лежать на правом боку с грелкой. Этот дополнительный прием обеспечивает максимальную разгрузку желчного пузыря по принципу тюбажа. Если при этом пить собственную урину и ставить на область печени компрессы и зупари на урины, то эффект будет еще более выраженным. Лучше эту процедуру делать на ночь. Тогда даже крупные камешки раздробятся, растворятся и выйдут без всяких затруднений и осложнений. Большинство авторов рекомендуют делать клизмы обычным способом. Кружка эсмарха, 1,5-2 литра теплой кипяченой воды. Можно добавлять 2-3 кристаллика марганцовки, чтобы вода была окрашена в слабо розовый цвет. Лимонную кислоту и яблочный уксус при голодании применять не рекомендуется. Но проще и намного эффективнее применять дважды в день микрокризмочки из упаренной урины посредством 100-150 грамм резиновой свинцовки. Все заключается в качестве жидкости. Во-первых, это естественная жидкость организма. Во-вторых, за счет высокой концентрации соли она обладает отрывающими и тянущими на себя эффектами. В-третьих, в ней в результате кипячения образовались биологически активные вещества, которые залечивают стенки толстого кишечника. В результате микрокризмочки с упаренной уриной сильнейшим образом тянут разнообразные слизистые отложения на себя, отрывают полипы, их обычно голодание плохо берет, оздоравливают и залечивают тяжелейшие колиты, убирают геморрой и подпитывают организм энергией, то есть свободными электронами, через рецепторы прямой кишки. Восстанавливается тонус кишечной стенки, микрофлора и сильно разрушаются почки. Лично я не знаю более безопасного и эффективного средства, чем клизмы с упаренной до 1,4 урины. Поль Брех не рекомендует использовать клизмы, мотивируя это тем, что наш организм обладает собственной мощной очистительной системой. На первом этапе, когда организм слаб и грязен, клизмы ему помогут. Когда он войдет в силу, то небольшие сроки голодания действительно можно проводить без клизм. И опять-таки, все упирается в индивидуальную конституцию. Помните об этом. Лицам с конституцией ветра клизмы просто необходимы. Желательны они людям с конституцией желчи. И можно обойтись без них людям с конституцией слизи. Я вам рекомендую проделать их с упаренной уриной, а также со всеми другими вариантами и сделать свое личное заключение. Рекомендуется полоскать рот прохладной водой. Можно с различными отварами трав, с содовым раствором, но вообще-то я не рекомендовал это делать. Только вода. Все это меркнет по сравнению с полосканием рта собственной урины. Она обеззараживает и вытягивает гной из миндалин, корней зубов и даже носоглотки. Полоскать надо 5-10 раз в день от 5 до 20 минут. Чаще промывайте и носоглотку, используя специальную йоговскую процедуру НЕТИ. Кислые мукополисахариды и белок в гайморовых пазухах до того утрамбовались, что будут отходить слоями, гнойными комочками. У некоторых они выходят через глаза. При голодании глаза начинают гноиться. Это говорит о том, что имеется инфекция в этих местах. Чаще промывайте их собственные урины и все быстро пройдет. Во время голодания не рекомендуется носить синтетику. Она ухудшает энергонабор из окружающей среды, вызывает раздражение кожи. Нельзя контактировать с пищей, иначе эффект от голодания снижается на 50%. Некоторые люди во время голодания любят смотреть, как готовят или потребляют пищу. При этом они думают, что у них воля укрепилась и нет никакой тяги к пище. Нет, на самом деле происходит включение определенных механизмов. Жир проникает в желудок, что и подавляет чувство голода. Не обманывайте себя возросшей силой воли и не крадите 50% эффекта от голодания. Если вы в дополнение к голоду будете массировать тело с упали на урины, то получите потрясающие результаты. Если нет времени, то массируйте хотя бы руки, ноги, лицо и шею. Энергия будет буквально вливаться в вас и производить огромную созидающую работу в вашем теле, обновляя его. Перед людьми, которые уже неоднократно голодали и имеют в этом опыт, встает вопрос о сокращении сроков голодания с одновременным повышением эффективности. В повседневной жизни мало кому удается выкроить 3 раза в году по 18-20 и более дней для полноценного голодания. Это рекомендация для тех, кому оно особенно подходит. И вот здесь, используя общий биологический закон, усиление фазы разрушения приводит к усилению фазы восстановления. Мы можем сильно сократить сроки голода и повысить его эффективность. Если будем в период голодания выполнять большой объем, умеренная физическая работа, бег по 30-60 минут в день, занятия с тяжестями на выносливость, обливание холодной водой, асаны йогов, простую работу в саду и так далее. Все, что позволяет дать хорошую нагрузку. Большая физическая активность способствует выработке и накоплению огромного количества углекислоты. Ацидоз развивается гораздо быстрее, и в сочетании с голодом это позволяет производить огромную физиологическую работу в короткие сроки. Один день такого активного голодания приравнивается к двум-четырем обычного. Автор убедился в этом на собственном опыте, но советует проделать такие вещи только подготовленным и опытным в голоданиях людям. Весьма хорошо помогают голоданию плавание в море, источники энергии и горный климат. Выход из голодания В идеале, выход из голодания должен производиться только после появления волчьего аппетита, очищения языка или по выходе чистой воды после клизм. Но, как показывает практика, так голодать могут только редкие единицы. Для большинства это неприемлемо. Главным причинам можно отнести сильное зашлаковывание организма, которое при быстром и мощном выходе может погубить человека из строки. Мало кто сейчас может позволить себе 40 и даже 50 дней проводить на голоде. Поэтому фракционное голодание по Войтовичу и другие типа Брыговских наилучший вариант. Итак, вы выходите из голодания. Ротовая полость и язык покрыты токсичным налетом и их надо очистить. Некоторые советуют натереть чесноком хлеб, желательно черствую и хорошенько пожевать его, а зачем сплюнуть. Так проделать несколько раз. Чеснок можно заменить яблоком. Обильно выделяемая слюна быстро очистит ротовую полость от токсического налета, а фитонцидные свойства чеснока или яблока нейтрализуют яды. Питание после голодания должно преследовать две важные цели. Запустить пищеварительную функцию и восполнить потери веса. Но не путайтесь с жиром, вызванное голодом. Пищеварительная функция организма как постепенно исчезает при переходе на внутреннее питание, так же постепенно и возобновляется. Постепенно утрачивается внутреннее питание, которое происходит в клетках и восстанавливается способность пищеварительной системы, то есть которая уже в полости кишечника происходит. Поэтому в первые дни восстановительного питания ни в коем случае нельзя перегружать в себя пищи. Она просто не в состоянии будет усвоиться и будет в лучшем случае выходить в пережеганном виде. Чтобы облегчить пищеварение, должна потребляться легко усваиваемая пища, богато структурированной водой, ферментами, витаминами, минеральными солями, которая за счет своих живых свойств сама себя переваривает, то есть обладает индуцированным ауторизмом. Многочисленные примеры положительного выхода из голодания свидетельствуют, что такой пищей являются свежеприготовленные овощные соки, в особенности морковные. Неплохо действуют и разведенные структурированной водой мед. Фруктовые и ягодные соки уступают в этом первым двум из-за бедности минеральных солей и обилия сахаров, которые для своего усвоения будут активно тянуть минералы из организма, а также фруктовые кислоты, которые могут съедать эмаль зубов. Поэтому с ягодами и фруктами на голодании, особенно с цитрусовыми, быть крайне-крайне осторожным. Если вы проводили уриновое голодание, то не прекращайте употреблять урину, а лишь сократите порции. Поваренную соль не рекомендуется употреблять в течение первой недели восстановления. Так, Войтович ее категорически запрещает в избежание нарушения водного и минерального баланса. В зависимости от сроков голодания, питание с соками длится от 1 до 4 дней. При этом, в первый день можно выпивать сок, смешанный со структурированной водой. Например, 1 литр сока и 0,5 литра воды или чистый сок по 100-150 граммов за раз. Выпивать его медленно, смешиваясь со слюной. Затем начинают со 2-4 дня есть салаты и свежих овощей и немного фруктов. Опять скажу, с фруктами осторожнее будьте. А салаты можно слегка тушить и употреблять в теплом виде. Это лучше запустить ваш желудочно-кишечный тракт. Войтович советует с растительной пищей употреблять большое количество чеснока от 10 до 15 граммов, независимо от индивидуальной переносимости его до голодания. Этим подавляются все гнилостные и токсические процессы, происходящие в момент прерывания голодания. Но, как нам уже известно, после лука и чеснока по фитонцидным свойствам на третьем месте стоит морковь, которая не только прекрасно справляется с этими процессами, но и очистит веш-организм от шлаков и поддержит обеззараживающую функцию печени, а также дополнительно укрепить первую линию обороны, слизистые оболочки внутренних органов, в том числе и выделительных. Пояснение за счет янских свойств чеснок резко активизирует организм, повышая функцию жизненного принципа желчи. Далее, очень желательно снабить организм продуктами с повышенным содержанием биологически активных веществ и витаминов, но желательно без крахмала и концентрированного белка. И вот здесь весьма эффективно применять проросшую пшеницу. Употребляя его в небольшом количестве, со 2-3 дня вы будете вводить в организм не крахмал, а солодовый сахар со всеми минералами, витаминами, ферментами и прочими нужными веществами, которые необычайно сильно укрепляют организм. Лица с исходным низким весом, особенно конституция ветра, в этот период дополнительно к сокам и овощам можно добавлять напитки, приготовленные из пивных дрожжей, 0,5 стакана пивных дрожжей, 0,5 стакана воды, 2 столовые ложки сахара. Все это смешать и поставить теплое место на 30-40 минут. Как только появится пенка, можно выпивать сразу весь стакан. Так можно делать два раза в день. Помните такую вещь? Проросшая пшеница лучше подходит в зимнее холодное время. Она разогревающе действует на организм, а дрожжевой напиток в жаркое время года. Он охлаждает. И наконец, через 3-5 дней можно есть сваренные на воде каши. Можно добавлять в них немного отопленого масла, которое усиливает пищеварительный огонь. Больше в каше, кроме морской капусты, ничего не кладите. В результате такого потребления пищи, вы без всякого ущерба для организма запустите пищеварительную систему, вырастите правильную микрофлору и выработайте естественные вкусовые привычки. Голодание способствует быстрому и качественному изменению набора пищеварительных ферментов при переходе на новый вид пищи. Сразу же поясню, вот эти все рекомендации подходят для голодания сроком 7-10 дней. Для более продолжительных сроков выход голодания меняется, он удлиняется ввиду того, что весь тело надо восстанавливать и он наиболее бурно будет восстанавливаться сам первые после голодания дни. Свежая растительная пища в зимнее время тушеная поставит вам наилучший строительный материал, из которого образуются новые полные жизни клетки. Если вы будете потреблять вареную и смешанную пищу, то вместо старой тухлятины нарастите новую тухлятину, используя метод голодания, при котором теряется от 4 до 10 килограммов лишней и старой балластной ткани, вы на восстановительном питании набираете новый активный вес и таким образом быстро обновляете свое тело. Примерно через неделю полторы вы переходите на правильное питание жидкости до еды, салаты в зимнее время, слегка тушеные овощи, каша, орехи, стручковые, немного белковой пищи, яйца, мясо, творог и так далее. Это справедливо для тех сроков голодания не более 7-10 суток. Теперь разберем еще один важный вопрос. Чтобы эффект голодания продолжался полноценно на восстановительном питании, не употребляйте молочных продуктов, они в силу сложности усвоения и повышенной аллергизации организма блокируют эффект после действия голода. Яйца, куриное мясо и вообще мясо. Улучшенный биосинтез клеток будет нормально функционировать и производить из раздельной пищи все необходимое. Помните, во время голода организм вырабатывает такие вещества, которые не может производить на питание. Все аминокислоты полноценно синтезируются на голоде и никакого недостатка нет. Причем синтезируется ровно столько, сколько нужно организму. Вводя белковые продукты животного происхождения, мы срываем этот механизм и попадаем в кабалу зависимости и незаменимости. Если придерживаться правильно питания, без белков животного происхождения и дрожжевых продуктов, хлеба и так далее, и периодически голодать, мы будем поддерживать биосинтез на высочайшем уровне, жить долго и не болеть. Ввиду того, что голод увеличивает в теле легкость и сухость, то есть приводит к перестимуляции жизненного принципа ветра, избыток которого скапливается в толстом кишечнике и может приводить в первые дни выхода из голода к запорам, овечьему калу. Автор рекомендует делать молочно-масляные клизмочки. 20 граммов сливочного масла, топленое лучше, растопить в 100 граммах молока и ввести посредством обычной груши раз в день. Или упаренные урины в том же количестве в первые 3-4 дня. Особенно это касается больных геморроем, который от этого может обратно воспалиться, а также лиц, имеющих конституции ветра и желчи. Так вы устраните разнообразные обострения, могущие возникнуть при выходе из голодания. Вот так осуществляется весь процесс голодания. Дополню, на выходе, начиная примерно со 2-3 дня, очень хорошо применять такие прогревающие ванны по 10-15 минут в день, после чего втирать в тело оливковое масло. Тогда выход из голода вообще будет без проблем. Система постов и спасов. Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост и есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, украшение похоти, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления. Святитель Иоанн Златоуст. Загрязнения проникают глубоко в наше тело и зачастую являются причиной физического и душевного нездоровья. Дипак Чопра. С терминологией слова пост мы уже разобрались. Она означает запрет на употребление любой пищи, а не отказ только от пищи животного происхождения. Старобрядцы проклинали Петра Первого за послабление религии и в частности за трансформацию поста. Умнейшие люди, проживающие в далекие-предалекие времена на территории европейской части России, создавая систему посту, преследовали несколько жизненно важных целей и многое им удалось. Теперь нам с вами предстоит разобрать, а вернее по-новому возродить эту великую науку о постах, которую извратили до неузнаваемости. Здесь три момента. Первое, почему посты проводятся именно в это время? Второе, профилактическо-оздоровительный эффект поста? Третье, улучшение генофонда человека? Также будут рассмотрены спасы и их роль в жизни человека? Первое, почему посты проводятся в отведенные для них дни? Чтобы полноценно ответить на этот вопрос начнем с, казалось бы, совершенно другой темы. Каким образом радиация повреждает наш организм? Радиация представляет собой мощный поток энергии, который, внедряясь в органы, из-за своей мощности не может быть усвоен клетками и вызывает в них явление ионизации. Ионизация представляет собой отрыв атомов или молекул под действием ударов частиц. В результате в клетках образуется масса радикалов, которые начинают повреждать ее наследственный аппарат. Происходит разрыв двойной спирали ДНК и РНК. Как только это случается, а это происходит в основном в быстро делящихся клетках желудочно-кишечного тракта, клетки перестают делиться и начинают уничтожаться как чужеродные собственной иммунной системой. В тканях развивается деструктивный процесс. В такие микродырочки, возникшие от вышеуказанного процесса, легко внедряется инфекция, которая вполне достаточно в желудочно-кишечном тракте, и начинается сепсис, который и приводит к гибели организма. Разъяснение. Радикал, биологический, чрезвычайно активный осколок молекулы, которые, соединяясь с молекулами ДНК, блокируют их биологические свойства. Ученые провели ряд интересных опытов на крысах. Одну партию крыс облучали или кормили пищей, содержащей радионуклеотиды и пускали на голод. Для сравнения подвергали голоду группу абсолютно здоровых животных. Физиологический срок голода у крыс равен 12 дням. Контрольная группа здоровых животных после этого срока полностью вымерла, а облученная прожила 24 дня и стала выглядеть даже лучше чем раньше и не думала умирать. Исследователи были вынуждены умертвить их, а их ткани были подвергнуты тщательному анализу, в результате которого выяснилось, что они выглядят прекрасно, как молодые здоровые животные и не содержат никаких радиоактивных повреждений. Почему это происходит? Оказывается на голоде во время усиленного биосинтеза нужна энергия по Иисусу Христу ангел света и ранее неусваиваемая радиация теперь полностью расходуется на это. Зло превращается в благо. Попутно был раскрыт ряд других механизмов, защищающих организм от радиации во время голода. Вот они. Повышением выработки алкоголя организм восстанавливает мембраны клеток. Восстановление мембран клеток есть не что иное, как усиление клеточных барьеров. В результате последующие радиоактивные облучения будут оказывать на клетки менее выраженный повреждающий эффект. Повышенное содержание углекислого газа в клетках уменьшает ионизацию, вызванную радиоактивным облучением. Наиболее ранимые радиации, быстро делящиеся клетки желудочно-кишечного тракта на голоде резко замедляют свое деление, ведь они вынуждены быстро делиться из-за того, что в процессе пищеварения подвергаются воздействию своих же пищеварительных ферментов, повреждаются и слущиваются. Организм за счет быстроты деления этих клеток восстанавливает стенки желудка и кишечника. На голоде этого нет. Клетки желудочно-кишечного тракта отдыхают, а энергия, ранее тратившаяся на ускоренное деление, теперь идет на восстановление внутренних структур, а также ремонт порванных спиралей ДНК и РНК. Этому же способствует усиленный биосинтез внутри клетки из-за фиксации в ней СО2, чего нет на пищевом режиме. Благодаря этому они не погибают, не отторгаются собственным организмом и при переходе на режим питания, как ни в чем не бывало, делятся и полноценно выполняют свои прежние функции. Но в режиме питания эти два процесса деления и восстановления внутренних структур клетки полностью осуществляться не могут, а радиация еще сильнее усугубляет это. Как показали практические исследования, радиация и радионуклеотиды выводится из организма человека всего за 12-14 дней голода. При этом человек гораздо меньше теряет весы, чем на обычном голодании. В результате вышеуказанных процессов, происходящих на голоде, полностью решаются проблемы радиоактивного облучения. И действительно, после Чернобыля академик Воробьев решился на применение голодания к людям, пораженным острой лучевой болезнью. Это уже когда образуется извязление в желудочно-кишечном тракте. Пересадка костного мозга и применение мощной антибиотикотерапии в таких случаях почти бесперспективны. А на голоде пораженные люди восстанавливали свое здоровье. Впервые в мировой практике метод голодания помог в том случае, где бессильны оказались другие самые современные американские японские варианты лечения. И не мудрено, ибо эти варианты лечения плод искусственных умозаключений, а голод естественный природный процесс, ничего общего с ними не имеющий. После такого вступления перейдем к основному вопросу, почему посты проводятся в строго определенное время года. Если совместить даты проведения постов и знаки зодиака, то мы увидим, что три из четырех постов приходятся на огненные знаки, рождественский пост 40 дней приходится на знак стрельца, великий пост 48 дней на знак овна, успенский пост 14 дней на знак льва, а петров пост продолжительность его непостоянна и колеблется от 8 до 48 дней. Приходится на самый жаркий период года летнее солнцестояние. В указанные периоды на Землю из космоса падает повышенное количество энергии, которое действуя подобно радиоактивной может вносить разлад в работу организма. Вспомните работу Чижевского «Земное эхо солнечных бурь» и многое сразу станет ясно. Если в это время поститься, то космическое и повышенное количество солнечной энергии пойдет на созидание, усиливая биосинтез. Если по-прежнему продолжать есть, то энергия, не усваиваясь, вызовет разрушение в клетках и свободные радикалы будут угнетающе действовать на клетки, подрывая жизненный потенциал всего организма. Зато бактерии и вирусы в этот период от обилия энергии переходят в активное состояние и успешно атакуют ослабленный организм. Именно в это время по всему миру наблюдаются эпидемии гриппа, весна и начало зимы и холеры лета. В годы активного солнца эти процессы приобретают настолько выраженный характер, что в средние века от этого вымирало большинство населения Европы. Можно голодать и в другое время года, но сочетание повышенной природной энергетики и голода дает наилучший эффект, активируя огненный принцип, который на голоде гасится. Вспомните аюрведические рекомендации. Древние мудрецы абсолютно все учли и дали наилучшие рекомендации, а нам остается лишь следовать им. Сноска это колебание вызвано подстраиванием под природные ритмы. В годы активного солнца, когда энергии очень много, продолжительность его увеличивается. В холодные годы наоборот, сроки этого голода сокращаются. Здесь нет никакой отсебятины, все по законам природы. Это что касается Петрова поста. Почему его продолжительность колеблется с 8 до 48 дней. Второе профилактическо-оздоровительный эффект поста. В плане профилактики и укрепления здоровья пост занимает центральное место, далеко опережая другие естественные методы оздоровления. Посты в первую очередь направлены на удаление из организма кислых мукополисахаридов и лишнего белка, которые являются основой патологической слизи в организме и ведут колемии. Колемия это закупорка сосудов. Из предыдущего нам известно, что колемия, то есть клеевязкость, является основой для развития практически всех заболеваний. Помимо этого, пост решает другую важную задачу усиления биосинтеза и обретения организма чувствительности к пищевым веществам. Сначала разберем противоколемический эффект постов. За счет изменения климатических условий каждый сезон года оказывает специфическое воздействие на организм человека, в котором происходят уже свои процессы, оказывающие влияние на состояние слизи в организме. Она может разжижаться, уплотняться, насыщать кровяное русло, либо уходить обратно в ткани. Все это различные варианты колемии. Для большей ясности мы будем сравнивать российскую систему постов с тибетскими рекомендациями от колемии. Для этого совместим российские сезоны года с тибетскими и внимательно все проанализируем. Великий пост. В течение зимнего периода времени в пищу в основном потребляется крахмалистая и белковая еда, а также много жиров. Все это способствует накоплению в организме слизи, которая за счет холодного сезона года из кровяного русла отодвигается в ткани и накапливается, уплотняется. В марте-апреле наступает сезон слизи. Солнышко своей теплотой растапливает уплотненную воду, то есть снег, лед, и она приходит в движение. У нас даже месяцы так и назывались март, протальник, апрель, водолей. Тот же самый процесс наблюдается и в нашем организме. Отложенная и слегка уплотненная в тканях слизь приходит в движение. Усиленное поступление ее в кровяное русло и удаление через верхние дыхательные пути и легкие перегружает эти органы, а сырая прохладная погода наоборот способствует задержке слизи в организме. Накладываясь друг на друга, природные и внутренние процессы способствуют перевозбуждению жизненного принципа слизи. Если этому процессу не помогать, то на обычном пищевом режиме это приводит к массовым болезням простудного характера. Тибетцы в качестве профилактики в сезон, они называли его конец зимы, советуют пить кипяток, отвар имбиря. Имбирь сильно разогревающее и высушивающее средство. Вести жесткий образ жизни, то есть принуждать себя к усилиям, физическим упражнениям, обтираться, чтобы удалить слизь. Наши предки в отличие от тибетцев поступали гораздо решительнее и умнее. Зачем что-то вводить измьи с целью изгнания слизи. Надо решать вопрос кардинально. Поставить организм в такие условия, когда он вынужден сам активизировать себя и за счет этого поедать всю слизь. Лучше всего активизирует организм голод. В результате организм сам очищается естественным путем с величайшим внутренним контролем. Искусственные процедуры, предложенные тибетцами, так полноценно провести очищение, а тем более активацию организма не могут. Петров пост. По тибетским наблюдениям, в период летнего солнцестояния, когда солнце наиболее жаркое, силы человека слабеют. Вспомните, в это время вы наиболее расслаблены, от жары даже есть не хочется. Для уравновешивания организма и создания внутреннего комфорта тибетцы рекомендуют пить и обмываться прохладной водой, носить тонкие одежды из хлопка и льна, они охлаждают тело, больше находиться в прохладных местах или в тени деревьев под ветерком. В комнатах советуется проводить ароматизацию, которая способствует охлаждающему эффекту. Проведение голода в это время показано по следующим причинам. Голод создает в организме состояние холода, который в это время будет уравновешивать атмосферную жару, то есть летнее солнцестояние. Голод создает в организме сухость, которая будет уравновешивать духоту, вызванную интенсивным испарением воды из водоемов и поверхности земли. Голод создает в организме легкость, которая уравновешивает природную тяжесть, вызванную обилием атмосферной воды духотой. Глубокое расслабление, вызванное жарой, способствует лучшему очищению всего организма. Спасы медовые, яблочные, ореховые. Тибетцами было подмечено, что после пика жары, когда начинается интенсивное таяние снега в горах и испарение воды, происходит сильный забор тепла с поверхности земли, что приводит к изменению погоды в прохладную сторону. Облака от испарившейся воды закрывают доступ к солнечным лучам, что приводит к еще большему охлаждению земной поверхности. Резкий перепад температуры от жары к прохладе неблагоприятно отражается на жизнедеятельности человеческого организма. Поэтому в Джудши, это средневековый трактат по медицине, в разделе сезонный образ жизни сказано следующее. Летом тучи в небе, набухшей водой, от ветра и холода испарения земли и мутные воды угнетают огонь, поэтому прибегай к тому, что порождает тепло. Ешь пищу трех первых вкусов, горячая, жирная и прочее. Пей чай из засушливых мест, живи на верхнем этаже, дома в тепле. В России июль носит название грозовик. У нас, как и в Тибете, наблюдается аналогичная ситуация с погодой, поэтому и наши древние мудрецы с целью поднятия телесного огня использовали продукты, обладающие разогревающими вкусами и свойствами. Мед порождает в теле тепло и изгоняет слизь, то есть защищает организм от сырости этого времени года. Яблоки бывают кислями и сладкими. Кислый вкус порождает тепло, возбуждает аппетит, способствует перевариванию пищи. Сладкий вкус укрепляет, увеличивает силы тела, удлиняет жизнь. Орехи обладают горячими свойствами, сладким вкусом и жирные, то есть это природный продукт, который позволяет целенаправленно противостоять холодной погоде. С помощью этих продуктов наши далекие предки спасались от неблагоприятного воздействия природы в этот сезон года. Поэтому они и были названы спасами, медовым, яблочным, которые увеличивают тепло в теле и угнетают слизь. Яблочный помимо порождения тепла способствовал увеличению аппетита и переваривающих способностей организма, ранее угнетенных грозовиком. И наконец ореховый, который способствовал тому, что ранее очищенный от слизи организм с увеличенной переваривающей способностью мог полноценно усваивать орехи и за счет этого еще сильнее укрепляться. Теперь ясен и порядок постов. слушают своеобразной системой мягкого, постепенного запуска организма человека после наиболее жаркого периода времени, который увеличивает деструктивные процессы организма. Например, свободные радикалы больше всего образуются от жары. Спасы указывают и на то, что в другое время, особенно в период жары, эти продукты для человека не подходят, ибо еще больше увеличивают внутренний жар в теле, который, накладываясь на внешний, приведет к болезням пищеварения. Сильно возбуждается жизненный принцип желчи. Вот почему мед, яблоки, орехи было разрешено употреблять только в положенное им время с разогревающими целями, то есть конец лета, осень, зима, начало весны. К тому же такое питание способствовало упитыванию организма и не подавляло его биосинтез. Кислые мукополисахариды и лишний белок сгорали, что значительно усиливало профилактический эффект голода от такого питания. Успенский пост. В конце летопогода, как правило, становится сухой и жаркой, а это те благоприятные условия, которые способствуют возбуждению жизненного принципа желчи. Обратно обратимся к джучи. В летнюю прохладу лучи солнца могут вдруг тело побеспокоить и привести к накоплению желчи, которая осенью придет в движение. Чтобы ее усмирить, ешь сладкое, горькое и терпкое. Носи одежду, пропитанную запахом камфоры, сандала, ветивеи, а в доме разбрызгивай в воду с благовониями. Голодание в это время позволяет организму сбросить желчные шлаки, которые образовались от употребления разогревающих продуктов мед, яблоки и орехов и жаркого, сухого климата и тем самым предотвратить возможность образования желчных расстройств осенью, когда функция печени наиболее слаба и угнетается неблагоприятными климатическими условиями. Это согласно теории УСИН пяти первоэлементов. За Успенским постом следует однодневный Иван постный, который дополняет предыдущие. Рождественский пост. С понижением температуры тела в организме человека происходит оттеснение кислых мукополисахаридов и белка из кровяного русла в ткани и их уплотнение, что предрасполагает к болезням ветра. С закупорком, ригидности и так далее. Если этому не противодействует, то в зимний период времени от охлаждения происходит уплотнение вышеуказанных веществ, приводящее к прострелам, тугоподвижности, нарушению кровяной циркуляции, тромбозам и многим другим. Голод позволяет очистить организм и предотвратить этим огромный перечень заболеваний. Проводить такой пост надо в тепле, чаще используя разогревающие водные процедуры, горячие ванны, влажную парную и так далее. Таким образом, система постов не дает накапливаться в организме человека. Клеи вязких веществ позволяют их вовремя выводить вон. Если этого не делать, то под воздействием сезонов года эти вещества из кровяного русла откладываются в ткани, где уплотняются, затвердевают, нарушают циркуляцию, питание и вызывают уже сложные заболевания. Так, слизистые заболевания, накладываясь на желчные, а те, в свою очередь, на болезни ветра, приводят к появлению сложных запущенных форм полиартрита, пороков сердца, к параличам, с которыми очень трудно справиться, но легко можно было бы предотвратить профилактически голодая и правильно питаясь. Профилактическо оздоровительный эффект системы постов необычайно силен и позволяет восстанавливать и продлевать работу органам и системам. Прекрасно восстанавливается эндокринная и нервная система, сократительная способность сердечной мышцы, а это нельзя сделать никакими лекарствами. Восстанавливается сосудистое русло и его циркуляция. Восстанавливается система интерферонов, которая обеспечивает противовирусный эффект, поддерживается высокая чувствительность клеток организма к пищевым веществам за счет усиленного биосинтеза, а также многое и многое другое, что способствует продлению творческой жизни человека. Третье. Улучшение генофонда человека. Очищение человеческого организма, уничтожение хронических заболеваний, постоянное поддерживание биосинтеза клеток на высоком уровне, позволяет ремонтировать наследственный аппарат, уничтожать слабые и дефективные гены. Посты позволяют излечиться от бесплодия и импотенции, в основе которых лежит либо сильно зашлакованность организма, либо заторможенность биосинтеза. В результате от здоровых людей рождаются здоровые дети, у которых прекрасно работает интеллектуальный аппарат. Ввиду того, что в период постов рекомендуется половое воздержание, система постов регулирует рождаемость, позволяя избежать зачатия в неблагоприятные периоды времени. Анализ дат рождения различных асоциальных групп показал, что на период зачатия посты приходится 72% самоубийств, 62% уголовников, 72% экстрасенсов, среди которых 84% людей, обладающих неустойчивой психикой. Сильнейшая энергетика, струяющаяся в это время из космоса, оказывает неблагоприятное воздействие на формирующийся плод. Смотрите параграф «Жизнь» от зачатия до рождения. Согласно астрологическим данным, знак Оуна отвечает за формирование головы и управляет мозгом. Повреждения, возникающие в это время, могут передаваться человеку в виде отрицательных психических качеств самоуверенности, легкой возбудимости, резкости. Знак Льва отвечает за формирование позвоночника, управляет сердцем. Повреждающее воздействие в психическом плане может проявиться в виде гордости и властности. Знак стрельца формирует бедра и поясницу, управляет артериальной и нервной системой. Повреждающее влияние на психическом уровне может сказаться в мании величия, склонности к авантюризму. Чтобы избежать появления подобных людей, наряду с постом проводилось и половое воздержание. Зато после постов, когда организм обновлялся, зачатие способствовало появлению на свет физически крепких и интеллектуально одаренных людей. Посудите сами, очень много долгожителей рождалось в зимний период в знаках водолей и рыб, которые были зачаты в период, следующие за великим постом. А согласно данным Васильева и Казначеева, из 1800 выдающихся физиков, астрономов и математиков, максимальное количество дат рождения приходится тоже на знаки водолея и рыб. О воздействии космических факторов на биосферу и проблемы экологического календаря, сборник научных трудов ВАГА и ГАО АНССР. Итак, система постов и спасов позволяет человеку правильно вписываться в энергетику космоса, продлить полноценную жизнь и сформировать одаренный умом народ. Знаете, простой факт, большинство фундаментальных открытий в мировой науке было сделано россиянами, а плодами этих открытий пользуется теперь весь мир. Подводя итог науки о голоде, можно уверенно утверждать, что это действительно божественное учение, способное человека сделать равным Богу. Остается только с умом применить его и наслаждаться бесценными дарами могучего здоровья и великой мудростью. В заключении этой главы мне бы хотелось привести чей-то опыт голодания, но так как голод одна из интимнейших вещей, содержащая множество нюансов, которые могут быть пропущены, я решил изложить свой опыт голодания. Начал я голодать по Брего так, как он рекомендовал. Сначала сделал несколько голоданий на одни сутки, затем трое, вошел в систему и так продолжал голодать. Попутно прочитал множество литературы о голоде и теоретически был подготовлен. Далее я отважился на семисуточное голодание, как советовал Поль Брех. Провел его без клизм, сбросил вес, полегчал, но последующий эффект в оздоровлении ощутил слабый. Кишечник во время голода самостоятельно сработал на четвертые сутки, выбросив черноту и застоявшееся содержимое. Это голодание было проведено в апреле. Затем, продолжая голодать одни сутки раз в неделю, в августе я предпринял десятидневное голодание, которое провел уже с клизмами, воды пил мало, ибо пить после клизм не хотелось. На десятый день утром я вдруг почувствовал необыкновенную легкость и эйфорию, которую раньше за всю жизнь ни разу не испытывал. К сожалению, это состояние продолжало всего лишь 20-30 минут, но я его запомнил. Как правило, после голодания геморрой у меня исчезал, но это продолжалось до первых выходов кала. Почему-то кал был сухим в первые дни выхода, раздражал анус, все лопало, спалялось и далее была та же картина, что и до голода. Ел я на выходе, как и советовалось, фрукты, овощи, каши. Решив, что эти сроки маловаты, зимой я предпринял 18-суточное голодание. Прочитав перед этим работу Герберта Шелтона «Голодание может спасти вам жизнь». Проведено это голодание было в январе. Некоторые авторы утверждают, что голод зимой это хорошо. При этом я обливался водой из колодца каждый день, а зима была очень холодная. Кожа моя стала сильно шелушиться, а после каждого обливания она буквально горела на мне. Клизм я тоже особо не делал. Общее состояние было хорошее, сильно расслаблен. Примерно на 16-й день мне стало плохо, голова закружилась. Я сделал клизму и из меня вышло окаменевшее каловое содержимое, которое и давало интоксикацию. После этого самочувствие восстановилось и хотя язык не очистился, захотелось есть. После окончания 18 суток голода я приступил к выходу из голодания. Согласно рекомендациям Шелтона и других авторов, которые утверждали, что лучше всего выходить на апельсинах. Сначала жевал их, проглатывая сок и выплевывая мякоть. А затем на второй день ел их полностью. Далее перешел на салаты, короче, все делал как написано в этих руководствах. Вес сбросил сильно. При росте около 190 сантиметров я весил 78 килограммов. Когда я первый раз сходил в туалет после голода, то был удивлен. Мой кал пах фруктами. Далее повторилось все вновь. Сухой кал, раздражающий действие на прямую кишку и пропавший было геморрой вновь появился. Вес, конечно, восстановился до 82-87 килограммов. Но буквально через две недели я заметил, что рассосалась эмаль на зубах. Это меня очень огорчило и насторожило. Больше длительных сроков голодания я не предпринимал, решив, что здесь что-то не так. Примерно через месяц после голода, употребляя регулярно по утрам творог, я восстановил эмаль на зубах. В том же году, но весной, я впервые почистил печень и увидел сколько камушков и прочего из нее выходит. Голод, увы, не смог полноценно очистить печень и дать того эффекта, что дали мне последующие чистки печени. Далее я продолжил голодать раз в неделю по 24 часа, а когда больше, но в основном регулярно выдерживал эту программу в течение двух-трех лет. Изредка проводил трехдневное голодание и на своем опыте убедился, что голод не такая безобидная вещь и чистка печени гораздо эффективнее. Так продолжалось до конца 1991 года. Я уже вовсю применял уринотерапию, голодал по трое суток на ней и чувствовал себя прекрасно. И вот в конце, это был декабрь 1991 года. Я предпринимаю по какому-то внутреннему импульсу семидневное голодание на урине с клизмами с упаренной уриной микроклизмочки делал по 100-150 граммов, обливаясь холодной водой и занимаясь вовсю физически. И хотя было тяжело, но результаты и то, что выходило из меня были поразительны. Этот голод дал мне огромный толчок, побудил к переосмыслению опыта голодания. До меня дошло, что надо проводить голод с высокой физической нагрузкой, предварительно очистившись и широко использовать уринотерапию. Микроклизмочки два раза в день по 100-150 граммов и бег с его инерционными усилиями делают великие чудеса, быстрее переводя организм на внутреннее питание и великолепно очищая. После каждой такой микроклизмочки из меня выходило по 100-200 граммов стекловидной слизи. Упаренная урина вытягивала ее из органов брюшной полости, очищая, помимо прочего, половой аппарат. Я понял, что все проблемы с половыми железами происходят от накопления слизи. Различные грыжи в паховой области тоже результат ослезнения этой области с нарушением питания из-за этого. Дневной кругоборот урины прекрасно очищает печень, в результате чего желудочно-кишечный тракт срабатывает сам после бега и выходит старая мазутообразная желчь. Клетки печени обновляясь ускоренно вытряхивают из себя все ненужное содержимое, организм прекрасно промывается кровью, насыщается углекислым газом, получая от движения и дыхания дополнительную энергию и интенсивно обновляется. Микроклизмочки устраняют после голода сухой кал, который возникает от переизбытка жизненного принципа ветра и не получается никаких осложнений во время выхода. Отдельно надо рассказать о благотворном влиянии такого голодания на весь желудочно-кишечный тракт. Сам по себе голод является великим восстановителем клеток пищеварительного тракта, но питье урины значительно ускоряет этот процесс. Вспомните, маленький человек в утробе матери плавает в собственном моче и заглатывает ее внутрь. Первородная моча подготавливает желудочно-кишечный тракт к молочному питанию. Упаренная урина, применяемая в виде микроклизмочек, залечивает упорнейшие калиты, отрывает полипы и прочую накипь. Я видел собственными глазами выходящие из меня полипы, слизь и прочую черноту. Помните, если не убрать эту мерзость из толстого кишечника, а просто перейти на правильное питание, то полипы перестроятся на новое питание, причем внутри образуется слизистая среда, которая способствует сохранению патологии. Она как бы уйдет вглубь, но по-прежнему будет подтачивать силы организма. Голод и урина создают такие условия, что организм либо сам съедает эту слизь и полипы, либо выводит вон. Ввиду того, что я много лет посвятил занятиям со штангой и специально приучил собственный организм к поглощению большого количества пищи, мне было весьма неуютно обрывать пищевую связь и переходить на голод. Узнав, что надо прежде избавиться от остатков пищи, я стал применять шанг прокшалану и получалось хорошо. Либо в первый день голодания делал несколько больших клизм с уриной, это тоже снимало чувство голода. Следующей проблемой для меня явился выбор времени голода. Тщательно проанализировал христианские посты, аюрведические рекомендации и многое другое, в частности и свой опыт, который говорил, что были очень удачные голодовки и менее удачные. Я пришел к выводу, а затем успешно подтвердил это практикой, что надо голодать в дни, когда из космоса поступает максимальное количество энергии, то есть это время прохождения стихии огня. Оказывается, в этот период голод очень легко переносится. Вообще, это естественные периоды, в которые организм не нуждается в пище, ему хватает энергии из них. Такая переориентация позволила мне избежать всех неблагоприятных последствий, которые приносят голод, получая максимум пользы, качественно перестроить свое тело и жизненный уклад. Много раздумий пришлось потратить и на проблему выхода из голодания. Решить, какие продукты лучше всего использовать у нас. Большинство зарубежных рекомендаций советуют фрукты и прочие продукты, которых у нас уже нет. Да и к тому же они нам не подходят. Например, в моем 18-дневном голодании были следующие ошибки. Неправильный выбор времени голода зима, проведение холодных процедур, усиливающих холодящие и высушивающие факторы голода, и питание на выходе апельсинами, продуктами, которые обладают охлаждающими свойствами, а также имеют фруктовые кислоты, которые как раз и съели эмаль на зубах. Все это настолько усилило в моем организме факторы распада, что послазила эмаль с зубов. В холодное время года ни в коем случае нельзя делать выход из голодания продуктами, которые охлаждают организм. Итак, я начал после недельного голодания выходить на продуктах, которые наоборот разогревают организм. Мед с теплой водой, количество индивидуальное для каждого, а затем использовал проросшую пшеницу, в которой полно жизненной энергии и витаминов группы В. Далее ем салаты в теплое время года или тушеные овощи в холодное, затем сваренные на воде каши, добавляю в них морскую капусту. Овощи и каши использую желтого и оранжевого цвета, морковь, пшено, тыква. В них больше, чем в других солнечной энергии. Таким образом отпал и вопрос восстановительного питания. Это питание казалось не только простым, но и самым лучшим из всего, что я опробовал. В дальнейшем я голодал более длительные сроки от 20 до 40 суток. Теперь я восторгаюсь силой голода, легко и сознательно иду на него, контролирую весь процесс и получаю то, что я хочу получить от голода. Вы тоже можете воспользоваться информацией о голоде, которой нет нигде и получить хорошие результаты, а не говорить, что голод для меня не подходит. Поймите истину, вы должны подойти к нему, а не он к вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...